Подкаст может скоро скатиться в OnlyFans какой-нибудь, либо в Порнхаб, я боюсь. Я на самом деле буду немногословен и довольно просто скажу, перди при мне. Ты что, не мужик, что ли? Ого. Надо его немножко размять. И прям сразу, да. Он растекается на боковое стекло. Любишь, 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 любишь. Или нет? Я в какой-то момент начал убиваться по турникам. То есть у меня даже был период жизни, когда я типа стрит-эйдж, типа вот не пью, не курю. Бешим, а ваши? Нет, мне это не заходило. Жаль. Я не пью, не курю, слушаю по ТВП, психею, 5DS, там, я не знаю, свиньи в космосе, химеру, много еще слушаю. Группа смех. Группа смех. Гамбургер, чизг. Ты 5DS прям слушал-слушал? Ну, не могу сказать, что прям слушал-слушал, но 5DS, я считаю, одна из самых талантливых групп, которая играет тяжелую музыку. На данный момент мне очень сильно нравится Пнево Маслона с того, что играет. Вот. И мы вроде как спойлерочек такой небольшой договорились, что он будет у нас в подкасте, да? Часть! Да, ты же знаешь, что 5DS играла Стасия, вот Матвеева, которая ушла в Матрикс, это группа, которая Глеба Младшего из Агата Кристи. Да, я не знал, но типа... Вот она играла в 5DS, потом она ушла в The Matrix, это вот группа, которую создал Глеб Самойлов, это младший брат Самойлов, который... Ну, собственно, два брата, это Гата Кристи. Я помню, я даже в Хокке, по-моему, были. Да, 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 вот, и мы как бы с ней же зазнакомились, потом она, ну, как бы познакомила меня со всей группой, вот, и мы с Глебом как бы очень хорошо общаемся. Здорово, здорово. Это прикольная такая, очень крутая опция, когда ты можешь познакомиться с кумиром своего детства. Не, это, да, для меня, на самом деле, то есть я как человек, который слушал там и Агату, и Матрикс с момента, как они вообще появились там в 10-м году, и как бы вот так вот окунуться, и потом, ну, как бы мы с Глебом, то есть Глеб, младший брат, да, Самойлов, ему сейчас 53, он 70 лет. И мы прям, ну, на одной волне, то есть он там делится, мы там на связи, и это прикольно. Да. Я очень респектую, то есть, ну, он сейчас немножечко углубился в электронщину, у них там есть сложности тоже по группе, но... Ну, это его творческая волна. Да, ну, это знаешь, вот когда-то, типа, в детстве там все равно слушал там Агату Кристи, типа, ну, представь, 90-е, они же там ездили на премию-то овации во Францию, получали там в Париже, ну, то есть это прям легенды, то есть у них же альбом был, опиум называется, 95-го года, вот самый легендарный, они же обогнали по продажам количество, вообще, это был самый продаваемый CD-диск, они обогнали Пугачёву даже в 95-м году. Вот так вот, ау, ловля, хрень, круто. Поэтому Агата Кристи, на самом деле, да, они немножко недооценены, у них там тоже есть внутренние печальные моменты, но вот я прям дико уважаю, и когда я вписался, как бы, вот, у меня появилась возможность просто даже поздороваться, там, сфотографироваться, я вот молчу дальше, что мы потом там в гримерках залипали с Глебом, это прям очень круто, и мы с Глебом... Слушай, ну, мне кажется, Агата Кристи, она даже очень оценена, потому что я не знаю человека, кто не слушал Агату Кристи. Ну, есть такие... Нет, давай, тот или иной там трек, тут ту или иную песню. Ну, наверное, да, 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 в любом случае что-то. Сейчас же идёт время каверов, когда вот достают вот это старое, потому что новое придумать, я не знаю, то ли сложно, то ли лень, я не знаю, что там людьми движут, и делают определённые кавера, да. И вот из каверов единственное, что мне зашло, на удивление, Гречка, когда она перепела «Отпетых мошенников». Что, «Люби меня, люби». «Люби меня, люби». Сука, а я вот... Я не очень, да, тоже. Блядь, вот... Давай вернёмся к истории. Кстати, интересный факт. Без записи расскажу историю. «Люби меня, люби» написал, знаешь что, песню эту? Для «Отпетых мошенников» это написал Саша Козлов, это первый клавишник группы Агата Кристи. Я слышал вот такой... Но он уже умер очень давно, к сожалению, в 2004 году, и он вот, он в принципе угорал... Короче, Агата Кристи интересная группа тем, что у них всегда были какие-то разногласия, то есть Глеб, он там типа то в электронщину, то как бы интересного на гитаре. Вадим старший брат, он прям такой рокер, типа, всегда был изначально на постсоветском пространстве. А Саша Козлов, он прям такой тихоня электронщик, там, ходячая энциклопедия, знал там, что, где, как. Я просто про Агату Кристи, знаешь, я прям такой... Погружён, да? Да, я знаю там всё, кучу всего изучал, вот, и у них всегда какие-то споры были, и вот Саша Козлов вносил, так скажем, вот электронный стиль в Агату Кристи. Ну, он там был, она же этим была уникальна. Да, 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 она же такая как бы поп-рок местами, вот. Слушай, нет, это не поп-рок, я бы назвал это электронный рок. Электронный, у них, на самом деле, от альбома к альбому, то есть у них, если какие-то брать ранние альбомы, да, там, «Коварство, любовь» называется альбом, то есть это прям такой советский рок. Потом, там, «Декаданс», там, «Позорная звезда», это уже больше так в электроне, ну, очень интересно, вот мне Агата Кристи нравится разносторонностью, они реально разные. Вот ты слушаешь альбом целиком, если послушаешь, ты можешь даже не понять, послушав другой, что-то одни и те же люди. Я помню, если мы говорим про концепцию альбома, меня очень сильно в своё время задело, тогда я был помоложе, и, наверное, я не знаю, как это, нельзя сказать поглупее, но более идеалистичен, да, это альбом «Онакондос», «Мои дети не будут скучать», потому что вот, когда «Онакондос», ну, короче, там вообще, блядь, предыстория ёбнутая, происходит коронавирус, у меня бизнес, у меня есть ряд сотрудников. Я понимаю, что мы можем продержаться полгода, там, люди уже, знаешь, там, в Европе сидят по 3-4 месяца, мы понимаем, что, скорее всего, концепция такая же будет, потому что, ну, в другой реальности ты не знаешь. И эти расчёты были при условии, что, ну, типа, тебе там аренду снижают, одно, второе, третье, мне аренду не снижают, это не маленькая статья расходов, мне там нигде ничего не снижают, я такой, я, блядь, я в ахуе, я понимаю, что я могу сейчас потерять бизнес, то есть то, что я там строил с 15-го года в 20-м году может закончиться из-за коронавируса, я сижу на очке. У меня тогда был оператор, Ветель, и Ветель, он в музыкальной тусовке довольно так погружён, и он говорит, зацени, мы сняли с грязью, клип в этом месяце нет, слышал? А ты веришь в бога Коли, в этом месяце нет, я такой, сижу, ебать, меня эта херня накрывает, и потом, короче, типа, Ветель меня такой набрасывает, говорит, чувак, послушай вот этот альбом, я там пару треков послушал, говорю, «Анакондос», «Анакондос», ну, альбом мои дети не будут скучать, я такой, ну, блядь, ну, прикольно, наверное, типа, говорю, как-то мимо, он говорит, не, послушай концепцию альбома, и, ну, там, типа, сейчас я это уже не воспринимаю так, как я тогда воспринимал, да, потому что я стал реалистом, а не идеалистом, и я такой, типа, ебать, меня тогда так разъебало на фоне 20-го года, и я такой, блин, типа, прикольно, А если мы говорим про рокеров, там, постсоветского пространства, там, начала 90-х и так далее, башлачев, мое почтение, просто Петербургская свадьба, которую перепел Сплин, когда человек в одной песне может тебе рассказать историю России, в одной, это стих, это даже не песня, это, по сути, стих Сплин перепели, послушайте как-нибудь Сплин, Петербургская свадьба Я его даже заучил, я сейчас точно не скажу, ну, не перескажу этот стих, и так себе интонация будет, вот, и вернемся мы про самое главное Про турник Турник Как это играть? Как вы перешли, вообще? Помнишь, вот Саня переживал из-за того, что он перепрыгивает с темы на тему? Я не переживаю, смотри А по-моему, я тебя перепрыгивал, я спросил что-то про 5DS и пошел Да, вообще нормально, разговор летит только в путь В то время стал популярен воркаут, типа, ну, на турниках висишь, занимаешься, и я там долбил тогда выход силы Это когда ты подтягиваешься, и вот так вот, да, то есть я мог с одной руки на другую, а я хотел выдолбить две Ну, типа, что? И у меня начало получаться, я понимаю, что там же главная техника, то есть там очень важно выкинуться, ну, примерно до груди Ну, понятно А потом ты просто докидываешь Если руки крепкие, все, вывозишь И мне товарищ говорит, братан, есть креатин И с этим чуваком две истории прям связаны, они к ряду могут пойти Он говорит, есть креатин И от него, типа, ну, ты становишься чуть посильнее, ты поактивнее, туда-сюда Я такой думаю, надо попробовать Типа, а я на все вещества очень восприимчив То есть, ну, там, не знаю, алкоголь, кофеин, никотин, все что угодно Я очень сильно на все это восприимчив И я такой, а у меня сейчас, знаешь, вот тогда были модные шорты вот эти, которые до матня до колен Вот, 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 мода пошла Дискоррид? Дискоррид? Ну, бля, точно, куда-нибудь все исчезли Риско пропали Я тебе сейчас расскажу, куда Вот, и я такой, типа, закидываюсь креатином, ну, типа, прежде чем на турнике, чтобы мне растяжение ничего не было Бегу, разминаюсь У меня, получается, где там, жил, рядом здесь, девяносто пятой школой И у меня там спортивная площадка Я такой, раз, круг, а обычно три километра бегал, чтобы размяться Прямо тело хорошо прогресса Раз, круг, два, круг, три, круг Такой, что, какая-то хуйня, блядь, такой, типа, тут, тут, тут Вот, бегу, бегу, бегу по кругу, такой, разворачиваюсь в обратную сторону, потому что выход ближе И я начинаю бежать до дома И я понимаю, что пиздец Ну, типа, байпас реально травит Причем травит, блядь, на все бабки Я такой, блядь, я хозяин Я тебе отвечаю, я в жизни так сильно булки не сжимал Я сжимаю булки Вот, прям, бегу, 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 бегу И я понимаю, я жил на девятом этаже Я понимаю, надо вызывать лифт И я понимаю, что движение – жизнь Я не могу стоять на месте Нет такой опции Я начинаю искать вот этот темп по лестнице, когда ты можешь забежать Знаешь, типа, я такой, бегу, бегу, бегу И, скажу честно, на седьмом этаже Темп сорвался Он не сорвался Ну, то есть, опций не было Я, блядь, просто Просто детон случился Да Немного задетонило И я такой, блядь Блядь, а скотина вот так, типа Вот такая хуйня Хуй бывает Прям Прям просто, блядь, дисквар этот, нахуй, расстрелял Попкорн, блядь Отстрел их, пацаны Не, слушай, я чисто на беззвучном подвигался Но я тебе отвечаю, блядь, вот Ладно, хуй с ним Я такой Я забегаю, такой, думаю Ёбаный, блядь, Андрей Какого хуя ты метал? То есть, ну, типа, я выпил креатина И через 15 минут это произошло То есть, у меня кишечник это не принял И спойлер, я потом пил креатин Когда, ну, типа, качался Я был крупный, там, 105 килограмм Я рассказывал, что я такой здоровый ходил И у меня ни разу такой херни не было И потом мне как-то этот Андрей, да, говорит Смотри, я в зал пошел Он говорит, есть, блядь, предтрен А это, типа, такая херня Она как энергетик действует Причем, у меня кореша пили предтрен Я прям тебя перебью Когда надо было долго ехать в ночь У меня просто кем-то наводился предтрен Чуть больше дозы Он просто ехал вот так Блядь Потому что ты с него колбасишься Я тогда работал в Питере Не знаю, сейчас есть или нет Компания Аста Она продавала запчасти для всяких разных автомобилей Я там работал в отделе иномарок И, типа, ну, я выпиваю предтрен, иду в зал Он говорит, будет хуярить Чувак, я три с половиной часа провел в зале Я тебе отвечаю, у меня мышцы нахуй не работали Я такой, я беру, знаешь, телефон такой Добиться, блядь, добиться Я добиваюсь такой Я просто в ума Я не то, что я сделал Знаешь, ты обычно, когда в зал идешь Там, не знаю, делаешь, грубо говоря Трицепс, спина Там, грудь, бицепс Ноги отдельный день, да Я делал, блядь, все Просто все Я дважды или трижды побегал на беговой дорожке Я побегал на эллипсе Я сделал, блядь, просто всю программу за месяц, нахуй Я мог не ходить Все, я понял эту жизнь, как она работает И я такой, прихожу домой, надо сейчас уснуть И я понимаю, что я просто не сплю ночью Ну, то есть я глаз не могу сам На следующий день А, у меня, получается, я работал три через три На следующий день мне на работу Я такой, что-то подуставший Думаю, ну, блядь, что-то еще подхуяривает Как бы, ну, чуть-чуть там Думаю, пойду в зал Иду в зал Я забитый, нахуй То есть я вот там какими-то весами Что-то делаю еще два с половиной часа Думаю, все, теперь мне точно пизда Я не засыпаю спойлер Вторую ночь Меня не, ну, типа, я не могу уснуть И я на работе сижу Ну, вот, середина рабочего дня Я реально, я сижу И я понимаю, что у меня Ну, я прям тухну в какой-то момент Вот так вот Угадай, что я делаю Еще выпил притрена? Да Долбоев Долбоев Я выпиваю еще притрена У меня, знаешь, какой-то такой, типа На парах На пердячку Я такой, типа, разогнулся Заебись До конца дня отработал У меня третий рабочий день Знаешь, что со мной происходит? Я, блядь, не сплю Я, короче, не спал Вот эти вот три дня, что я работал Я трое суток не спал И я помню, что В конце третьего дня На этих пердячих парах Я каким-то образом захожу в автобус Ну, там, типа С работы или на работу? С работы до дома Типа, я работал на Кировском заводе Представляешь, где-то, да? Да А жил на Между Ломоносовской и Московской Сейчас это станция метро Бухарестская Перегресток Славы и Бухарестской И я помню, что я сажусь в автобус Моргаю глазом Мне говорят, конечная Я такой, блядь Типа, проспал Думаю, хуй с ним Опять сажусь в автобус Моргаю глазом Мне будет, конечная Я такой, блядь Сука А время уже, там, к часу ночи И так он ездил 35 лет И я на третьем автобусе еду И говорю, чувак Меня, ну, там, женщина Я говорю, меня вырубит Меня, вот, любым возможным способом будите И меня разбудили Я кое-как дошел до дома Я вырубился, не помню Почти сутки проспал После этого я никогда в жизни Не пил никакие притрены Это просто дичь какая-то Тебе нельзя энергетическое, ничего Абсолютно Вот я сейчас колы с вами выпил Ну, не колы, а чай Бля, а если ты сникер съешь Ты вообще два месяца не будешь спать? Нет, сникер вообще залетает нормально Или вот эти, знаешь, вот эти Японские или китайские маленькие энергетики Вот, блядь Я их никогда не пил Слава богу Я вообще энергетики не особо люблю, кстати Да В них вот намного больше сахара, чем в коле Там пиздец же И колы, кстати, тоже особо Да, да А кто кол пьет-то сейчас? Никто, мы чай пьем Чай пьем Да Башкирский Чай Башкирский чай Ну, так, сколько раз он уступляет на ноги Но он без термоса Пля, у него реально такие вкусные чаи Это просто пиздец Есть у меня одна история забавная Типа, я же тебе рассказывал, что я в детстве Ну, у меня особенности Я не умел выражать мысли Да Ну, не мысли, а чувства И зачастую, когда я не мог выражать чувства Я довольно агрессивно разговаривал И из-за этого происходили драки То есть, я в детстве очень много дрался Я работал в спортмастере В отделе спортинвентаря Типа, я катался на сноуборде тогда И, типа, продавать сноуборды Когда ты катаешься на сноуборде Типа, уа Но я работал летом И я продавал в велики И там был чувак Ильдус его звали Зовут, может быть Я не знаю, жив он или нет Он, типа, был Кто чинит Вот там сноуборды натачивает Велики ремонтирует И вся вот эта вот история В какой-то момент Ильдус такой говорит Бля, женек Возьми мне там, типа Там рядом магазин какой-то был Оля, пятерочка Типа, возьми мне банку селедки Я ему беру банку селедки Говорю, я могу два кусочка оттуда взять Он говорит, да, бери, не вопрос Я беру два кусочка Из банки селедки А в спортмастере было правило Все, что в холодильнике, все общее И когда он пошел на обед Банки селедки не было Она стоила 50 рублей Говорю, ебать, ты мне должен Типа, пытается меня поставить На банку селедки Я говорю, пошел нахуй У нас закус Это длится неделю И в какой-то момент Он говорит, пойдем, выйдем, поговорим Мне 19 лет Ему 32-33 года Ну, то есть Сильно взрослее меня И мы выходим на улицу Он что-то там качает, качает, качает Я понимаю, что дело идет просто к драке И я что-то, блядь, с дуру беру Такой, ну, погнали Бам ему, ебальник А потом я помню, что хлоп, свет потух Типа, я просыпаюсь первый раз В пяти метрах от драки И я лежу на земле У меня в голову летят ноги Ну, то есть Он мне ногами прям в голову бьет И я пытаюсь, типа, что-то встать А я понимаю, что у меня тело Не дает мне встать То есть я не могу просто Я всячески понимаю, что я прям плыву Потом опять свет тухнет И когда второй раз я прихожу в сознание У меня происходит Ну, что-то похоже на приступ эпилепсии Я не знаю, как это называется Короче, когда тебе мужичок отбивают У тебя начинаются судрыги по всему телу Ну, понятно Бил, когда чуваков, ну, типа, бьют Он падает, его начинает трясти Чувство, мягко говоря У тебя мышца сводила? Да Представь, что у тебя сводят все мышцы в твоем организме У меня свело мышцы глаз Я узнал, что у меня язык свело У меня свело челюсть У меня мышцы шеи То есть у меня прям реально начинает колбасить А ты в этот момент что ощущаешь? Я в этот момент чуть не откинулся То есть у меня заводился язык У меня началось дыхаться Я лежу, я все, я понимаю Такой, думаю, блядь, пиздец Типа, ну все, видимо, приехал пацан То есть тебе физически очень больно Но морально тебе очень спокойно То есть подожди, вся вот эта ужасная история За 50 рублей? Нет, за банки селедки Ну, 50 рублей Ну, не банка, такая круглая штука с селедкой Представляешь? 50 рублей стоило 50 рублей Ну, может, 45 Ну, я уточню Ну, да И вот он меня избивает Мне потом, когда на видео показывает То есть он меня реально очень долго Системно ногами бил в голову Я, оказывается, вставал И я этого не помню И продолжал драться То есть как бы У меня раньше была история Что у меня, ну, единственный способ Меня остановить, когда у меня Это либо меня скрутить Либо меня выключить Да Он, собственно, меня, ну, выключал системно И потом Возможно, от этого появилась любовь к автомобилям Спойлер, она появилась раньше Я помню, что К вагам Да Кстати Кстати Смотри Видел видос, когда там, типа, ребенку уронили, да? И он потом ваги полюбил У меня было по-другому Я вспомнил Я трех У меня когда судорога пошла Я помню, что я бился то лбом, то затылком И каким-то образом Он, ну, мне показывают видео Он меня так забил, что у меня голова была между порогом и асфальтом Б3-го пассата И я вот так вот, короче, об них бился Да, я говорю, об них бился Но там, слава богу, женщина подошла Меня подвытащили Я думал, машину отогнал Да И ушла И на голову Не-не-не, у нее что-то было, я не помню Они мне в рот вставили и вытащили язык Потому что иначе бы я задохнулся и просто, типа, откинулся Чего в рот вставили? Ну, что-то Чего-то, я не помню Член там Вряд ли, слушай, пекарь, я бы точно перекусил, блядь Вилла лавяного солдатика, который все перекусывает, да Вот я был таким же Ну и все, я помню, что я сижу такой, типа У меня тяжелейшее сотрясение мозга Я уже начинаю приходить с себя Я помню, там, какие-то алкаши такие Бля, он малого избил, просто розочку разбивает И на него с розочкой кидается Я думаю, сейчас справедливость восторжествует, типа, ну И тогда я столкнулся с бесплатной медициной Очень забавной такой, середина нулевых Я приезжаю в больницу, меня отвозят в больницу Меня рвет, естественно, потому что тяжелейшее сотрясение мозга И я помню, что со мной сидел чувак, которому повезло меньше, чем мне Потому что у меня там хоть какая-то идея была из-за того, что я здесь оказался, да А он сидит, и что произошло? Он взял ларьки тогда еще, помнишь, когда в окошко Авертрона тебе выдавали Там, я не знаю, там пачка сухарей не пролезет в это окно Он сидит, и у него в руках осколки от бутылки Я говорю, братан, что с тобой? Он говорит, я пиво теплого взял Она на солнце рванула прямо в руке У него просто осколки, и рука вот такая кровоточит И мне такие чуваки Это было, блин, не понял, большевиков какая-то там травматология Ну, не поликлиника, а больница Да И я такой сижу, мне чувак такой говорит Смотри, у тебя тяжелейшее сотрясение мозга Ну, у меня, типа, рентген сделали У тебя тяжелейшее сотрясение мозга, у тебя есть два варианта Типа, либо дома посидеть Либо здесь в больнице Я такой думаю, блин, никогда в больнице не был Говорю, давай в больнице остаться Он говорит, да нахуя тебе надо Короче, прикатывает меня на то, что я не должен уже оставаться в больнице Я думаю, ну, пух, и дома в линейку позадрой чучок Типа, и Родители вызывают А мне 18-19 лет, может быть Родители вызывают И они говорят, ну все, ты можешь идти А я, как бы, понимаю, что, ну, меня били ногами Я вот так вот, типа, протираю Я понимаю, что у меня там, ну, песок на лице Ну, типа, раны Так, слушай, а там зубы, не зубы, что у тебя там Они шатались, но они устояли Зубы реально устояли Чудом? Не, не чудом, он потому что в лоб бил Я потом видос смотрел, он мне, ну, в лоб, в нос А челу-то что было? Ничего Я пошел, написал заявление, менты его Ты заметил, он сказал Когда рассказывал эту историю, говорит Ну, может, он еще там жив или не жив То есть он уже, как бы, там доработал потом эту ситуацию Может быть, там месседж с обоссованием был Нет, эту историю я не дорабатывал Вот, и я говорю Я так смотрю на Там, типа, какая-то практикантка такая Говорит, ты мне, блять, может лицо вытришь Она такая, пойдем И я помню, как она брала вот эту ватную какую-то херню Такую спиртом смазала И она мне, блять, втирала этот песок в эти раны И я уже начинал заплывать Меня батя, когда забирает Меня батя забирал пиздоглазом Знаешь, что такое пиздоглазом? Да, да, два пропущенных Я такой, бля, как эскимос, нахуй Просто нихуя не вижу Меня везут домой в какой-то маршрутке Нихуя блюю, блять Меня домой привозят И спустя два дня А у меня батя бывший профессиональный хоккеист Он людей бить умеет профессионально То есть он центральный защитник И он метр девяносто Там, бля, вот такой вот Машина Да, машина прям пиздель Я видел, как он людей бьет Я говорю, ебать, соболезную Господа, хорошо, это мой батя, а не ваш Вот И батя такой говорит А тебя точно руками били? Я говорю, да, батя, точно Типа, ну я понимал, что батя просто может клинануть И батя может съесть Ну да Он говорит, точно? Я говорю, да, точно, точно, точно Такой, ну ладно И я, когда у меня пиздоглазый разошелся А он быстро расходится На самом деле Так себе, вози на марш Там через день Ты уже начинаешь видеть Я через день, когда вижу У меня, блядь, четкий отпечаток подошвы То есть в целом Можно было понять Какой маркой кроссовок Мне въебало Прилетало У Дяжи целый автопарк машин Насколько я понимаю Или сейчас как у тебя происходит Когда я с тобой Прямо активно следил? У меня, короче, я У меня было так всегда Что я мечтал о какой-то тачке Да Продавал тачку Покупал тачку Да Я, кстати, извиня, перебью Я помню, когда ты 911 продал И купил какую-то М-ку Что-ли К-6 М Я такой думаю Блядь, Саня, нахуй Это же 911 Слушай, нет, 911 А! Вот мы сейчас тут пока отходили Перерывщик был Мы вспоминали Давида Что по тачкам Что по тачкам, да Тут недавно Он, ну, сториз запостил И я вижу Он 964-й Порш И Такой же, как у меня Да Я такой Блядь А там видно, короче, там снимок Такой сверху сделан Рыжий Порш С коричневой крыши И видно вставки рыжие У тебя же, по-моему, даже Тарго был, да? Насколько я помню Не, у меня был просто кабриолет А, просто кабриолет У меня был первый кабриолет 991 Рест Ебать Ебать Первый, который появился в Москве А сколько они тогда стоили вообще? Ты помнишь? Я сейчас могу рассказать Еще могу рассказать про дилера Которых, блядь, это пиздец просто Ну, ладно Блядь, я дилеров бы сейчас тоже попылесосил Я сейчас с радостью вообще готов Давай Я готов даже вбросить Либо ты вбрасывай, я продолжу Ну, смотри История в том, что Он вот это вот Запостил фотографию И он пишет Это совершенно не мой И он, видимо, написал владельцу А это, ну, короче, какой-то его знакомый Это мой Порш Я его нашел буквально Позавчера это было Нифига себе, классно И вот когда я его покупал Я накатал на нем 21 тысячу за 3 месяца Блядь Сейчас Это был 16-й год Сейчас у этого Порша пробег 49 То есть он в моих руках, блядь, больше Ну, половину, короче, откатал Больше, чем у всех, точно Да, да, да Вот, на самом деле Порш Я хуй знает, как так получилось Я не очень, мягко говоря, доволен той покупкой Потому что я дал за него тогда 9600 И, блядь, это были очень... Это было нецелесообразное вложение Потому что я потерял очень много миллионов при продаже Это понятно, да Вот, и можно было, конечно Ну, это такое, знаешь, не было тогда сколько? 19 или 20 лет? Хуй знает Я очень жалею об этом Но с одной стороны опыт, с другой стороны Как бы не надо было Просто не надо было Слушай, мне кажется, не важно, сколько это миллионов рублей И столько, когда ты в 20 лет, прикинь На 911-м кабрики стелишь Это просто прям... Я вот просто очень хочу себе купить 911-й когда-то Я 9600-й хочу Мне вот сейчас больше симпатизирует намного 997 Я не знаю, я прямо у меня вперед Я смотрю на них, я думаю, блин Вот было бы прикольно повладеть Потому что 997... 996, вот эта яичница, конечно, тоже прикольная Но я вот словился на мысли, что вот 997 Ты знаешь, это как среди ламп какая-то мурсилага Вот ты типа сейчас смотришь на нее Это вот там середина, конец нулевых Это прям состоявшийся такой автомобиль Который вот сейчас и ценится И он в меру современный и интересный Блин, ну у меня 9600-й любовь Я прям старик 9600-й, да, тоже попробую Я бы очень хотел Я когда продавал М140 Я такой думаю, все, надо купить просто машину под жопу Потому что много кататься надо И в идеале дизель Ну просто знаешь, на дизеле пробег не так быстро теряет цене И я долгое время мечтал А997 на палке на заднем приводе Самой драйвовой, которой может быть Вот, и я такой типа, блядь, все Я нацелился взять 530D G30, потому что в цену она мне вписывалась Я, грубо говоря, одну машину продаю, другую беру Никаких денег лишних не вкладываю И тут, блядь, сука На автору у меня стояла в избранных вот этот 997 Задний привод на палке Выскакивает два Один гильзованный, на втором 60 тысяч пробега Из-под одного хоза я такой сижу, думаю Блядь, я тебе реально, я себе хребтину ломал Чтобы не купить его Я такой подумай головой При этом спойлер не сильно сработало То есть есть риск, что мне завтра дадут покататься на актуальном Каймане ГТС И есть риск, что я пересяду на Каймане ГТС Да, Каймане тема Я на самом деле вот Объясню просто свою тупость В то время, когда у меня был 991 Я тогда так размышлял То есть мне хотелось что-то быстрое Что-то турбовое То есть я не смотрел на покупку с точки зрения автомобиля Я хотел, видимо, каких-то цифр и так далее То есть мне, в принципе, 911 тогда еще не симпатизировал Я хотел быстрый автомобиль Просто там один из быстрых на то время Который когда у меня либо был И кабриолет хотел А он у тебя турбач был? Рест, уже турбо, 3.0 турбо Турбо был? Нет, Carrera S, он турбовый А, Carrera S, 420 либо 450 Да, 420 сил Я помню, что я хотел что-то быстрое Я смотрел Ferrari California тогда Они стоили еще нормальных денег в тот момент Но, видимо, я понял, что проще на тот момент взять что-то новое Потому что оно не особо отличалось по цене Вот, то есть это была покупка не особо осознанная, что ли И сейчас я понимаю ценность Вот я съездил на трек на Егору На M2, у меня же M2 есть Да, я знаю Я увидел огромное количество Cayman GT4 Блин Я на них так сейчас смотрю И вот тогда, будучи владельцем 911 Я смотрел на Cayman и думаю Бля, чел, зачем ты купил Cayman, если можно купить боксер и кататься без крыши? То есть, понимаешь, у меня были такие мысли Непрофессиональные То есть, сейчас я понимаю, что боксер это реально хуйня А, кстати, у них же кузова одинаковая с Cayman Ну, все равно, ну, согласись, типа, где Cayman, где боксер И, как бы, ну, блин Я тебе честно скажу Вот, купить себе кабриолет на постоянку Это полная хуйня На постоянку, да Потому что ты, типа, берешь его И ты с этой открытой крыши катаешься только вечером В променад, когда у тебя есть время Я столько денег занимал на этот Porsche Я... Ну, это не то, что на последней бабке была покупка То есть, это был просто кромешный пиздец Минус, да, грубо говоря? Я потом покатался 4 месяца Я понял, что эта машина единственная у меня же была тогда Я на ней успел покататься на дальняк И накатать, опять же, за 3 месяца 21 тысячу пробега И когда я продавал, я понял, что это был сентябрь Это был не сезон Не, ой, бля Я не хочу говорить в цифрах, сколько я потерял, но... Но порядочно Пиздец порядочно Я думаю, что вы даже не особо представляете, сколько Это такая боль Но я думаю, процентов 40 ты потерял где-то От стоимости автомобиля Потому что я тогда за тобой следил И я прям видел, как ты такой Я потерял много денег Я не хочу говорить, сколько И я такой, блядь Удар был И если возвращаться к темам моих тачек То всегда было так, что да Я как бы апгрейдил левелап, левелап Какое-то делал, мечту там новую Осуществлял А за последнее время просто понял Что есть очень много машин, которые в принципе Недорогие, но они интересные Это последние 5 лет я это понимаю И я стараюсь Лучше там, да, я продам какую-то дорогую машину Но я куплю, вот я купил М6 кабриолет В Е64 кузове На В10, который проделся И я привел ее в чувство И, блин, сейчас сезон Эта тачка стоит типа 2 с копейками Но она дарит эмоции, блядь, больше, чем этот Porsche Который мне стоил 10 Ну, для меня лично Потому что, ну, в моем понимании Просто 911 должен быть либо GT3 Либо, например, турбач Блядь, новый GT3 992 Да, я прям вижу его жопу Я такой Единственная тачка Я не фанат быстрой езды Но единственная тачка, на которой я гуся просил ехать быстрее в поворот Это Кайман GT3 Это единственный автомобиль Или GT4 ГТ4 Я просто говорил быстрее Он говорит, ты ебанутый Быстрее Он говорит, я не буду Быстрее То есть у меня прям какой-то как будто мне дьявол изнутри Залялся Очень спокойно РС Но GT4 Еще почти в два раза Давай так GT4 ты можешь кататься в городе И можешь выехать на трек GT4 RS Это чисто трек-тул Больше нет вариантов И я вот, например, для себя понял Когда там Вот, типа, я к тачкам подуспокоился С точки зрения гражданских машин Потому что сейчас картингом начал заниматься Меня тренирует Фим Гангмахер Вот у нас с ним как раз подкаст там уже вышел Когда вы это смотрите И когда у меня посадили спортивный картинг На открытом треке И я думал, что я от боковой перегрузки Сейчас, знаешь, такой, типа Нахуй с карты вылечу Просто А я даже не в ротоксе ехал То есть, типа, это 15 12 12 или 15 Сильный картинг И тебя так закладывают в боковых перегрузках Такой, блядь, типа Именно на тот момент была еще М140 Она ехала там, типа, 3.6, 3.8 Довольно веселые цифры С учетом того, что это М140 В ней еще и страшно То есть Это не как-то там, не знаю В РС-ке едешь там 2.9 Такой, просто нажал Ну, у тебя вжало И ты едешь спокойно Либо в М5 В ней прям страшно Вот Эд со мной катался по росту Такой, блядь Перекрестился Вот Несмотря на то, что он татарин Стал православным, короче Вот И на треке Ты когда вот эту тему ловишь Ты такой Ну, гражданские машины Ну, типа, даже в городе Я понимаю Я никогда этого делать не буду Чтоб я получил такие эмоции Я должен Такую садомию творить Просто Ну, это даже невозможно физически Пять звезд Как минимум Да, да За мной на танках Реально будут ездить Как бы Ну, нафиг мне это надо Как бы И на треке вообще весело Но GT4 Это вот прям мечта Я себе однажды Точно куплю GT4 У меня, в принципе, так было Что есть Три машины Которых я Пожалел Первый Это 911 Потому что это была покупка Не то, что на все деньги Как я объяснил А в принципе Это надо Занимал Потом отдавал Еще и потерял То есть Ну, да Пиздец Ну, такая, как бы, знаешь Мечта Относительно Ну, сколько мне Опять же 20 лет Там было Почти школьника Которая осуществилась Но непонятно зачем Второй автомобиль Это была, как ни странно Audi R8 Но в тот момент Я хотел Другого А на V10 или на V8? Второго поколения На V10 Ну, ооо Вот Объясню, почему Сейчас я бы, наверное По-другому оценил Потому что скилл уже есть Ну, и скилл Как бы понятно, да Что там Мы совершенствуемся Все такое Узнаем что-то новое В тот момент Я дрочил на цифры Типа там 0100, 100200 Блядь, ехать быстрее По прямой Там вот это все И R8 Наверное Я от нее ожидал Именно этого Она охуенная По рулежке Охуенно тормозит То есть Ну, прям вот Я помню эти ощущения Но она пробыла у меня Два месяца И я Сюда ее в список внес Только потому что Она продалась В те же деньги То есть мне повезло Я как бы попробовал машину И продал ее в те же деньги А по-моему у тебя ее Daydream купил Я не ошибаюсь Да, да, да Вот Я на ней покатался Сейчас бы я, наверное Попробовал И, наверное, даже бы Попробовал какой-нибудь там На Твин Турбо Блин, как сейчас их делают Там на 1200 сил Это был бы интересный опыт Потому что я люблю Быстрые машины В принципе И третья машина Это Rolls-Royce Который у меня был В 20-м году А ты его продал? Я его продал И продал как раз Таким в начале 22-го После всего Скачка И так далее Продал большой плюс И я ему благодарен В этой тачке За то, что она у меня В этот момент была Потому что повезло И продать Очень выгодно Но Почему я занес в этот список Потому что Эта машина была куплена То есть моя аудитория Даже это поняла сразу Опять же Мы возвращаемся К теме Ютуба Не только Ты должен делать то Что тебе интересно Даже если ты Вот у тебя есть машина Ты ее покупаешь Для проекта, например Но если ты Показываешь А я как бы человек Который не умеет Наигрывать эмоции И я понимаю Что это не нужно Я сказал сразу Ребят Блядь Я купил Rolls-Royce Это полное говно Но я хочу всем доказать Что люди переоценивают Эту машину И как бы давайте Сделаем проект Ну ты видел наверное Розовую пленку Диски с долларом Мы его немножко Изуродовали Поугарали Но из-за того Что я преподнес Аудитории Как есть То что мне эта машина Неинтересна Она в принципе Была неинтересна никому Но такой опыт Как бы да Налить чая Покататься на заднем Правом Попросить мою женщину Чтобы она меня Помозила В принципе Это был интересный опыт И в принципе Сейчас я Как бы да То есть я был владельцем Rolls-Royce Все равно Никакая галочка В жизни Но машина Ни о чем Я катался на врейте Купить Rolls-Royce Гвозд Зачем Я на врейте катался Мне врейт очень понравился Очень спокойная машина Чисто стелить Ты просто стелешь А 222 Почему не взять Купешку 222 Вот по мне Дешевле и лучше Вот я бы взял Стопудово для себя 222 Вот стопудово 222 в купе Невероятно красиво Вообще Все S-классы Мерседеса в купе Начиная там От 140 Нет 140 Мне не нравится Все CL CL 215 И 216 Как бы 220 222 купе По моему Называется Если я не ошибаюсь Они невероятно Абсолютно красивые Поэтому Я не понял Этого прикола Но Попробовал Сделал то что хотел Рассказал то что хотел Аудитории Продал Большой плюс Все То есть по сути Вот три каких-то Таких факапа Ну которые Не назвать На самом деле Каким-то проебовым На самом деле Ну вот Кроме Porsche Вот А так Так Прикольно Экспериментировать Я люблю У меня То есть Опять же Ну те кто Следит там За творчеством Они знают Что я очень часто Люблю купить Продать Купить Продать То есть Я люблю Пробовать Экспериментировать Конечно я люблю Экзотические машины Ну вот сейчас Ну вот сейчас У меня топ Из того что у меня есть Сейчас Это М2 на ручке Компетишн А у тебя на ручке Да Вот Очень выгодно Тоже купил Ну конечно Капартовская Ну нормально Без криминала Слушай Не вчера Так завтра Я бы сказал Когда ты берешь М2 на палку Да Зато наоборот Ты какую-то Ну я Не попадал В ДТП Кстати ни разу Вот Но я Например Еду на М2 Особенно если Где-то там На треке Я понимаю Что Напомните Я расскажу Про свое первое ДТП Это очень смешно Вот у меня Как может быть Не странно Или к счастью Как говорится Ни разу не было ДТП И На М2 Когда ты едешь Ну блять Ну пизды Она уже получила Она не обошлась дешево Ну даже Она у меня заказкованная Я тоже Люблю этот момент Потому что Какую-то лишнюю там Ответственность Хотя опять же Безаварийный стаж В сандалию Ну значит Судьба такая Ну блин Ну а что Ну и не так жалко Вот То есть М2 Прям компот На ручке То есть Я к ней же пришел Очень долго шел Потому что Там была М2 Не компот На М55 моторе Сначала На роботе Потом я купил М2 На роботе Уже компот На С55 моторе Ну арестовую Да И уже понял Что Ну робот Крутой ДКТ Но На ручке Прям Максимально Да Я считаю Что такие машины Вот я купил на ручке И прям это Вот Мне очень доставляет Удовольствие У тебя сейчас Насколько я знаю М2 Е63 Универсал Я помню Что у тебя был Сотый Крузаков Он прям вообще Хороший Стоит Так много Отъездил Это машина В которой ты едешь Ты такой рулем Крутишь И ты блять Не сильно понимаешь Куда она поедет Я не знаю Мне после 120 км в час На нем страшно ездить Мне очень нравится 55 компрессор Ну это типа самый Трушный гелик Он не звучит И блин Не знаю Мне очень нравится Сейчас я Я настолько его люблю И у меня есть мысль Его оставить Это одна из тех машин Которые я хочу На всю жизнь Вот если будет возможность Дай бог Я сейчас Вкладываю огромные деньги В полную реставрацию Кузова Перекрас Потому что Ну это гелик И сейчас Как бы этим занимаюсь М6 Это игрушка на лето Но когда я ее купил Я ее купил Прошлым летом Я думал Что я откатаюсь Продам Может быть что-то другое А я покатался И понял Что а что другое Ну типа за 2 с копейками Кабриолет Игрушка такая Зажигалка Это ничего Тем более V10 Да Это называется Клуб V10 Да Это интересно И как бы Я хотел бы ее тоже оставить По возможности То есть это прям Вот снимаешь крыш Крышу складываешь Мы там доработали Выхлаз заслоночками Ну как надо Она там теряет Ну да Прям она орет Как болит Формула 1 Все как нужно По-трушному Поэтому Наслаждение Прям очень кайфовое И Из такого Ну Ешка сейчас Ешку покупал На продажу То есть это была Осень Клим Саныч Я также с М140 Поступил Была осень Ну на самом деле Я опять же не хочу Назвать цифры Я ее выгодно пригнал Это еще курс был 60 с копейками Я также М140 пригнал Вот Сейчас я уверен Что она уйдет Большой плюс Но Вот как бы Тысяча сил Сейчас вот 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 Когда видос вышел Наверное уже это реализовали И еще вы не знаете Так как мы Можем сказать да Когда мы пишемся Ну да Это вообще не проблема Сейчас конец мая И я себе такую мини цель Ну как мини На самом деле Пиздец какую цель поставил К первому июня Должен был Ну Когда выходит видос Это уже случилось Должен буду В нашей ситуации Купить самую Быструю тачку Я купил И могу уже засполерить Это Ниссан ГТР На 1200 сил Я сделал 5 заездов И положил мотор Он сейчас стоит в сервис Погоди А положил как На стык наехал Нет Это я У меня второе ГТР В моей жизни Я все эти нюансы знаю Я все что Ну я думал там Коробка не коробка Муфта Муфта поменял уже Я выехал с Tesla Plate Стал Ну я все таки надеюсь Видос уже вышел Я могу спойлерить Вот и на всякий случай Уточни когда это выходит Да Вот Я стал с Tesla Plate И Мы сделали заезд Я проебал Хотя по конфигу Я должен был вообще Объехать ее И на втором заезде Я уже оттормаживаюсь У меня вылетает Низкое давление масла Блин Начинается стук И вот На самом деле Завтра У меня вскрытие мотора Приходите Вот Ну провернула вкладыш Я надеюсь Что не пробила блок Потому что блок Сейчас стоит 800 тысяч рублей Ай-яй-яй-яй И я в этот момент 22 тысячи 500 рублей Блять Пацаны Нахуй Я в этот момент Вспоминаю Пекаря Мы Ну Немножко Ну не Подногот Короче Подкасты пишутся С каким-то интервалом Мы с Лехой Какое-то время не виделись Потому что он там Где-то в Египте был То в Киргизии И мы решили отдохнуть От подкастов Потому что когда ты пишешь Нон-стоп Ты выговариваешься И тебе нужно набраться Какой-то энергии Там Историй Понабраться Из жизни Так скажем Мы с Лехой Видимся Он говорит У меня на Ниве Один цилиндр намыт Антифриз туда дует Бля я тебе покажу Это видео Это пиздец Мне прислали И он говорит И в этот момент Происходит дефектовка Типа двигателя Мы едем в Питер В этот момент Происходит дефектовка Что-то мы там По вечерам видимся Куда-то ходим Хаваем Что-то происходит И на днях Он такой подходит Говорит Мне моторы дефектовали 22500 Переборка Я такой Блядь Типа Ну Пиздец Короче Первый цилиндр Видишь Весь отмытый Потому что Он делал Антифриз Блядь 22500 Мне бы так На ГТАРе Часовы Да Бля Не Пацаны Нива Я как-то денег Заработал Плюс-минус Там есть 13 лет Работал Там обычно Грузчиком Кладовщиком А тут Каперов Про Тогда Такой истории Не было Тогда интернет Было Пога Чайка Зайдет Чтобы Крутануть Один раз Барабан Якубович Вечность Пройдет Просто У него Интернет Зависнет Он Блядь Типа Если бы Была Онлайн Лотерея Ты даже Не узнал Что ты Выиграешь И мы Короче Брат У меня Двоюродный Пашка Братан Я типа Денег Заработал А новый год Вискарь Купил Рассказывал Не Я представляю Что за Вискарь Он Говорит Типа Вискарь Прихожу Я прихожу С Вайт Хорсом Мы до этого Пили Из крепкого Алкоголя Водку Может быть Батя Знаешь Там из-под стола Такой Батя Не Уровень Не Ушел Вот И Типа Мы Такие На серьезных Щах Идем С этим У нас Крылья Были Мы Как Ангел Мы Вот так Шли Нет Мы Не Ангелы Нет Мы Не Ангелы Это Какие Там Дельфины Группа Я Не Помню Мертвые Дельфины И Мы Такие Идем Просто У У У У У У Вискарь Есть И Мы Торжественно Открываем Потому Что Я Его Купил Мы Все Наливаем Себя Выпиваем И Такое Молчание Долгое Прям Долгое Чувак Такая Хуйня Мы В Натуре Типа А так Он Стоил 700 Рублей 700 Рублей 700 Рублей Это Три Бутылки Водки Типа Можно Портвейн 77 Рублей Стол Я Помню Спортвейн Я Не Сталкивался Как Но Со Всякой Барматухой Конечно Я Пообщался Портвейн Скол У Ма Ты Че Такое Мне кажется Я Тоже Портвейн Не Пил А Если Сверху Мороженец Шарик Кинуть Алексей Николаевич Я Был Сомелье В этих Исторых Я Раньше Помню У меня Всегда Челлендж Я Всегда Смешивал Все Бухло В Одном Стакане Пил Мне Очень Нравилось Но Мне Такие Последствия Были Хуевые Я Даже Не Сомневался Глядя На Тебя Пообщавшись С тобой Если Мне Говорят Кто Смешивает Все Бухло В Одном Стакане Пекарь Мне Это Нравилось Ты Пьешь Это Субстанция Это Даже Не Алкоголь Нет Вкуса Ты Просто Хорошо Хард Рок Но Благо Это Закончился Я Больше Так Не Какой Ну Типа Либо Виски Либо Саке Саке Да Пиздец Люблю Саке Это Что-то Японское Да Да Типа Японская Водка Разном По крепости Бывает Иногда Бывает Она Там Знаешь Как Крепленное Вино 20 Град Иногда Бывает Сорок В чем Разница Солеры Ой Бля Она Прям Какая Мягчайшая Вот Знаешь Вот Пьешь Вот У меня Нет От Я Пью Сижу У меня Есть Такая Миска Рюмочка И Думаю О чем Да Да Вот Это Я Пью Саке Что Не Начинаю Хоку Какие Ни Придумать Которые Все равно Стихами Нормально Получается Типа Я Сижу Пью Саке Дождь За Окном И Такой Бля Я Гений Ну Знаешь Типа Банально Я Не Знаю Просто Решил Как Один Раз Выебнуться И Мне Пиздец Понравилось Бля Я Вспомнил Историю Забавную У нас Был Выпускной В школе Типа И мы Погнали К корешу Чупе Чупа Да Чупа У Чупа Был первый этаж С него было Очень удобно Ссать Но Это Отдельная История Ну Когда Блядь Толчок Занят Его Надо Блядь Ну Выставил Посал Все Хорошо Блядь Стряхнул Конечно Блядь На подоконнике Вытер за собой Если что Потому что Маму Чупу Все уважали Маму Чупу Блядь Понеслась Вот И в какой-то момент Мы после выпускного Нажираемся у Чупы В щи Блядь Просто в щи Мы Разогнались Спецухой Вот И разгонялись Мы в ванной Потому что денег не было И когда ты Берешь пару Сисек пива Кучу Мужиков Парней Да И в ванне Накатываешь Чисто горячей воды Там же душно становится И когда денег нет Надо Просто по очереди Все сиську распиваете Хантер Харда Наверное Хантер Харда Нет Степан Разин Специальный Ты знаешь Это чисто питерский движ Такой Блядь А куда он делся Кстати Я думаю Фат Блядь Там и моё место Отлепился С Паразин Не я не пил Тоже классика Красный Блядь Я может не помню У меня был лайфхак В школьные времена Я очень сильно любил Охоту крепкую Это прям вот Баночка две Это прям вот то Что Для организма Осуждаю Собственно Собственно Хантер Хард Это и есть Охота крепкая Это он меня научил Мы так тёлок клеили По малолетке Знаешь Когда тёлки Чуть-чуть 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 Выпить Мы таки девки У нас есть Хантер Хард Кстати Есть интересный факт То что я Не разговариваю По телефону Вообще Я заметил Потому что Мне когда Лёха Скинул Твой контакт Я такой А как Саней Созвониться Не-не Я на самом деле Ну все знают То есть Вот Даже если вы Где-то нашли Слив там Моего номера Можете не звонить Потому что я не возьму Трубку Да я даже не беру Ну типа Это факт Вот там Оля может даже знать Ну Подтвердить то Что я Только перепиской Я уже Ну понял Потому что Во-первых Типа Кто-то Слевого Какой-то Спам Ещё что-то И мне Не всегда Удобно Я как бы Ну просто говорю Человеку Сразу Пиши Вот прям Я не знаю Ну я Настолько не люблю Разговаривать по телефону Что прям вот Вообще нет Я не помню Когда я постоянно Разговаривал Мы же в Петербурге И я не знаю Почему Что-то нам Подставал Что-то Ударился Вы там Прикоснулись Друг к другу Ну так Членами Бывает Не мне вас судить Господа Да всё Чё ты начал С тобой тоже Что мы соприкасались Не мне вас судить История об этом умалчивает История об этом умалчит Короче Как-то была со мной история Я сплю с утра Мне звонит какой-то Неизвестный номер Но бывает там знаешь С банка могут позвонить Бывает там какие-то Поставщики звонят Ощё чего-нибудь То есть я от этого Стараюсь максимально Отойти Чтоб выйти из операционки Заниматься там Чуть другими вещами И я понимаю Что мне звонят Мошенники Мне звонят такие Алло Меня такой Типа Алло Виталий Я такой Да Не говорят С вашей карты Пытаются списать 3000 рублей Или 5000 рублей Так Он такой Евгений Такой Да Представьте Как вас зовут Игорю Виталий Евгений Он такой В смысле Типа Я говорю Ну Виталий Евгений Я говорю Мама с папой Не могли договориться Блядь Спорили нахуй Через тире пишется Ну Виталий тире Евгений Его начинает разъёбывать Он начинает потихоньку Он такой Блядь Типа Угорает Он говорит В смысле Я говорю Мамин сибиряк Знаешь Он такой Да Я говорю Вот так же И Виталий Евгений Блядь А я сейчас сонный Блядь Типа Троллинг идёт Но не до конца Он такой Ты знаешь Он начинает Зажать Как ты Блядь Типа Ёбаный Прикинь И начинает Угорать Короче И всё Вешает трубку И я в этот момент Понял Что когда тебе звонят Мошенники Пацаны Не бойтесь Это очень весёлый Способ развлечься То есть Типа Это самый дешёвый Весёлый способ Развлечься Потому что Я такой У меня там Сотруднику Как-то Звонит Он такой Блядь Пиздец Мошенники И переживать Начинает Я такой Здравствуйте Там Алексей Сергеевич Такой Да Да Алексей Сергеевич Такой С вашей карты Пытаются списать Типа Да Да Чё 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 Куда Делать Короче Там Гонишь 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 Не минут 15 И говоришь Слушай Чё-то Корекает В смысле А Ты Петушара Типа Блядь Блядь Я не Петушар Не Ну да Это Так-то Интересная Тема Потролить Наоборот В ответ У меня Товарищи Так Звонили А он В Абэпе Работает Одел По борьбе С экономическими Преступлениями Ему Звонят Типа Не знаю Давай Заволируем Сергей Николаевич Здравствуйте И он Короче Говорит А я Блядь В пробке Стою Мне делать Нехуй А я Понимаю Что Мне Ехать Час И я С ними Он Говорит Типа У вас Там С карты Пытаются Списать Какие-то Деньги Там Пять Тысяч У меня Говорит Мы вам Перезвоним Перезвонит Руководитель Алло Да Да Начинают Его гонять Там Типа Он Что-то Там Даже Диктует Они Говорит А там ЦВВ Он Говорит Какой ЦС И Короче Гоняет Гоняет До такого Уровня Что Через Говорит Ладно Петушары С вами Было Весело Я пойду Дальше Рампотать Типа Ебаный Рот Сука Вот это Забавная Когда они Мне звонят Я такой О Начинается Прайм Тайм Я заебался Один раз Я с одним Челом Он предлагал Мне Инвестиции Какие-то Я говорю Отстаньте Я хочу Поиграть В компьютер Просто Отъебитесь От меня Нет Но вы же Не инвестировали И потом Я не знаю Как они Говорятся А вы что Играете В компьютер Он такой Ну смотри Какой план Играем В 1.6 Я выиграю Ты инвестируешь Ты выиграешь Я отъебусь Я говорю Блядь Все Иди нахрен Он мне еще Два раза Звонил Говорит Ну что Будем Ебашиться Гол я создал Да Я такой Блядь Душный Душный Иногда бывает Душный Иногда бывает Прикольно С ним поговорить Бывает Да Это по настроению Если есть время Ты разговариваешь И вообще прям Веселище Но кстати Там знакомый Писал как раз Вот эту штуку Заметил Что по-моему После нового года Они перестали Звонить тебе на телефон Резко Вот так Это в мобильных операторах Я не могу ответить Потому что я не беру труб Ну вот А ты много выпускаешь Саня Это типа такой Это целый мир Я с какого-то момента Реально понял То что Ну во-первых Там кто-то Где-то Просочался видимо номер Там кто-то Реально там Спам не спам А мне как бы Настолько похуй Ну в том плане Что зачем Я не понимаю зачем Да Звонить И плюс Я не люблю Вот мне с детства Как-то было всегда так Что я Не то что сковываюсь При разговоре по телефону Мне намного проще Во-первых Вживую Ну и как бы Либо что-то надо Ну напиши И Саня такой На гелике Сейчас кабанчиком подскочил Блин У меня иногда бывает Просто сложность Объяснить в текстовом формате Когда я могу просто набрать Там ну человек В течение пяти секунд Сказать Ну и туда-туда Что делать Я не понимаю Потому что В текстовом формате Мне иногда долго ждать А мне кажется Я лучше Вот прослушаю Даже длинное голосовое Вот я знаю Что любят Подожди Насколько длинное голосовое Давай так Самое максимально длинное Я слушал 13 минут Ебать С обычной скоростью Нет Полтора Хорош У меня был прикол Самое длинное Я запомнил Когда пошли голосовые Все начали писать голосовые И это так заебывает слушать Потому что человек Ну мысль на самом деле Она там Ну суть которую он тебе хочет донести Особенно когда с тобой Очень часто кто-то контактирует Ты это прекрасно понимаешь Она в 10 секундах укладывается И мне кто-нибудь пишет Голосовое Я обычно записываю голосовое Типа кто Кто пишет голосовое Больше 10 секунд Горит в аду Блядь И типа все И потом мне пишут Короткие голосовые И там суть Я даже У меня товарищ просто есть Там с детства Андрюха Он блядь очень любит разговаривать Типа знаешь Он такой Ну с утра я проснулся Одно яйцо почесал Че-то коготь зацепился Я блядь на коготь посмотрел Грызанул его Второе яйцо почесал А потом подошел к аквариуму А там что-то рыбки хуйня Истрали Ну я с ними поговорил Блядь Рыбкам еды подсыпал Я типа А суть в том Что давай вечером увидимся Понимаешь А там блядь Эпос всего дня Блядь Вообще в мельчайших деталях Еб твою мать Не или еще вот это вот фирменное Ну Короче Типа Да Ну Да Я типа Еще подышать Короче да Блядь Да Я опаздываю Так Не у меня был человек Который мне записывал Длинные голосовые сообщения По 5 минут А мне реально в один момент Так заебало Их слушать Я даже x2 слушал То есть это получается 2,5 минуты Я ему сказал Я больше никогда Тебе не прослушаю сообщения Длиннее 5 минут Никогда в жизни А у меня на самом деле проще Из-за того что я не общаюсь Вообще по телефону Я как бы Ну вижу что мне прислали голосовое Я сразу такой Опа там например 3-4 минуты Или я например знаю что мы Что-то обсуждаем То что И ждет И как бы Ну можно ответить потом Я нормально вполне Там перед сном могу прослушать Ответить спокойно Ну то есть Я еще люблю Копить сообщения Потому что я не люблю Отвечать на отъебись То есть я лучше Найду время Отвечу Я как бы тоже всех Ну информирую о том Что ребят Типа не обижайтесь Там если я быстро не отвечаю Как бы я отвечу когда лучше Зачем отвечать на отъебись Лучше вникнуть в тему Да например И ответить Уже по факту Ну у меня так пацаны Когда пишут Я тоже Ну типа постоянно С кем-то общаюсь Да там И мне пацаны Когда пишут А что ты там Не прочитал мое сообщение Говорю чувак Если я не прочитал Твое сообщение Значит у меня нет Времени до него дойти Да 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 И я говорю Если я его прочитаю Я точно про тебя забуду Вот сто процентов И парни Которые со мной Общаются Они знают Что зачастую Я могу не отвечать Неделю То есть Я сел в какой-то момент У меня появилось время Я вник в его вещь То есть Я считаю Ну вот Я так как беру трубки Да Если что-то срочно Человек позвонит Если он мне написал Это вообще не срочный вопрос Типа он либо позвонит Либо каким-то другим способом Свяжется со мной Типа ну в формате Аудио У меня просто мантра Я каждый Каждый вечер Когда оказываюсь в кроватке Я смотрю на сообщение Если сообщение не тяжелое Я отвечаю Я даже так подписчикам отвечаю Потому что у меня есть Потому что иногда бывает Просто миллион сообщений пишут И я такой Блин надо ответить Но надо ответить Не на отъебись И у меня бывает Когда я просто могу Часа два лежать в кровати И просто читать директ Вникать И думать что ответить Подписчику Либо просто корешам своим Ну я не знаю Я директ разгребаю То что мне интересно Так скажем Это может звучать по-свински Да Но когда Пацаны извините Когда вы блять Пишите в тысячный раз Про ВАГ Про Ген 3 мотор Блять Которых я снял Десяток роликов Я блять Про разные машины Про один и тот же мотор Говорил блять Одни и те же фразы Вот типа Рубль в рубль Вот это Вот это Вот это Драчни Все будет отлично И когда тебе пишут Я такой Ну вот на это я не отвечаю А тут мне недавно Чувак такой пишет Говорит Ебать Что у тебя за часы Я пишу Марку Чувак Ебать Мы почти не говорю Купи себе Сейка Охуенные Японские Механические часы Типа Они стоят недорого 20-30 тысяч рублей Ты себе получишь Японскую механику Если ты себе хочешь механику Получишь похожий дизайн Начал себе купить эти часы Я их купил И говорю Если тебе не надо Вот там возьмите Сейка Так Хойер Если там деньги есть Не знаю Омега какие-нибудь Ну там еще Райан Гослинг Теперь рекламное лицо Вот так Хойер А у них там много Типа Сейчас IVC Хорошо двигаются Потому что у них Мерседесовская команда И Хэмилтон То есть как бы Ну кому нравятся часы Это вообще отдельная каста Меня в это Боря Львовский Затащил Блять Вместе с моим товарищем Они просто Мне как в этот Я такой ходил Себе спокойно Спокойно И начинает меня погружать В тему часов Я такой Бля как интересно Бля ну я вот забыл Часы так непривычные Я всегда привык смотреть время Я смотрю на часы О я знаю Теперь приходится Телефон вытаскивать Я такой Блять Я не знаю У меня прям вот сегодня У меня какой-то день был Когда я злился Что я забыл вообще часы взять с собой И я прям каждый раз Как дурак на них смотрю Не знаю Для меня это был заеб И я причем Пацаны Кто меня долгое время знает Если они будут смотреть подкаст Они знают Что я всем почти каждый день Ебал голову по полчасову Я тебе серьезно Вот я типа такой Так Знаешь этот обряд Взрослого самостоятельного мужчины Во-первых Ты заходишь на автору И начинается такой Блять А что если А что если Купить фиат 124 спайдер Маленький прикольный кабриолет Который мы как что видели тут Да И я такой Я прям изучаю Я начинаю А я же технический задруд Мне надо понять Как это работает Насколько это надежно Охуительно работает Хорошая тачка Да Я такой Блять Охуенная тачка Она такой Так 124 спайдер А что если появились Какие-нибудь там Не знаю образно Кайманы Это миата с итальянским сердцем Да А потом такой Ну типа Ты перепрыгиваешь на Кайман А потом такой А что если построить Мазду МХ5 Она же типа вроде поприкольнее Типа 124 спайдер Побольше чем этих И в какой-то момент Я блять нахуй не понимаю Я смотрю Форд F-150 Раптор Да А ты Ну у меня тоже самое У меня и в избранном Там какой-то беспредел творится У меня там От 40-го Блять до Макларена Блять давайте просто посмотрим Подожди позволь я вброшу Пока я помню Чтоб ты понимал Сейчас интеграция должна залетать Аккуратненько Насколько моя женщина Погружена в эту историю Когда я сказал Что у тебя жопа Как у 992 Она такая Да Типа ну вот Ну я не знаю Как вот этот период пережить Потому что я такой Вроде купил 530 дизель Ну блять Вот тачка реально огонь Пекарь прокатился Просто как поджоп Хороший Комфортный Качественный поджоп Который ни хера не жрет Я такой Типа Я масло поменял Сейчас масло везде поменяю Я там типа И все И катайся Я такой Хорошо И мы со Стасом там Типа Он говорит Ну дивиденды же пришли с компанией Я такой Ну да Он говорит Так тебе же на Кайман хватает Я такой Да блять Ёбаная Окно Овертрона Открылось Я говорю Пошел нахуй Блять Он говорит Так ты еще Я скупораж Ты там 1400 докинуть И купишься ГТС Пидорас Блять Типа И ты начинаешь Вот это вот Себе разгонять И это тебя просто Куда-то погружает У меня еще самое Что есть Я просто смотрю Мрак пиздец У меня в избранном Что случилось со мной Не У меня в избранном На самом деле Уже за последние 5 лет Там очень много объявлений И больше всего Мне больно смотреть на ценники Особенно когда ты видишь Там какие-то тачки Которые сейчас стоят Типа X2 От той цены Которая тогда продавалась Это такой типа Думал Думал Потом сейчас Бля У меня вот смотри Прям топ Москвич 407 У него там вообще Так Хонда CR-V Первой генерации Ооо Она очень красивая Кстати была Метрокап Метрокап Это что такое метрокап Это английский кап Я в один момент Захотел его себе Пиздец Бля Супер Что прикольно Да А он на заднем приводе И дизель То что надо Блять А ты там хотел делать Фейк такси Нет Смотри дальше Нет Это программа такси же была Нет А вы не видели фейк такси Да Я видел Фейк такси Ну да Все видели Кто не видел фейк такси Все видели фейк такси Мазда Мазда Родстер у меня вот есть Так РАВ4 первый Я знаешь Я вспоминал Каррера 911 висит у меня 2005 года Он продан уже Кто-то купил Шевроле каприз Каприз Охуенно Это сам охуенный диванчик Это прям пиздец Да Я бы хотел Я у Тимона ПВГ катался Он короче Мы что-то там снимали В Рязани с ним Я помню Он мне дал прокатиться Я такой Ебать диван Охуенно Я люблю старые Вот американские тачки Типа каприз И этот Линкольн Таункар Какой-нибудь Старый Таункар Но на Таункаре Я не ездил Я ездил Как же он называется Который у людей в черном Был Это форт Краун Виктория Да Блядь Просто Краун Виктория Но мне каприз Больше нравится У меня на работе Есть локальный мем У нас Леха Механик Он такой В какой-то момент Я хочу купить каприз И теперь Я периодически Устраиваю голосование Что типа А у него там Типа был выбор А он Блядь взял Октавию РС Леха Не Октавия РС Хорошо Там опять Блин А пятая РС Там у него зеленая Прям Блядь Как бы он на капризе Смотрелся Просто ехал Да И мы Я такой Опрос Я всячески Там вбрасываю И периодически Вот это вот Вброс Это теперь Такой наш Рабочий Локальный мем Леха и каприз Потому что каприз Реально сложно найти Живой Но при этом Я думаю Что любой мужик Он в какой-то момент Такой говорит Блядь Женщины там Ревнуют К другим женщинам Это глупо Если у тебя мужик Увлекается автомобилем Блядь забудь Типа ну Он ебаться Скажешь Если увлекаются Другими женщинами Не Типа ну Если у тебя мужик Увлекается машинами То блядь забудь Что нормально Все нормально Что такого Ну чуть увлекся Блядь там Я кстати как раз Хотел перевести тему Может про любовь Слава богу Нахуй эти тачки Блядь Как заебало Блядь Я ждал Я ждал Когда его нахуй Я прям Ебаный брод Сейчас Блядь Я прям Видел его лицо Когда мы про тачки Говорили Он блядь Его заебало Снимать машины Ну что Как бы Сань Предложил нам Поговорить про любовь Я как человек Не в отношениях Но когда-то в них был Познакомился С прекрасной дамой Она была Не из моего города И мы договорились Встретиться И я говорю Ну типа Давайте я сниму отель Потому что я поздно Вернусь с Москвы Приеду там Посидим Поняшемся Вот это вся история Я приезжаю А я весь целый день Был в Москве И ни разу не какал Вот Я пил энергетики Пил кофе А вы все знаете Как взрослые уже мужчины Что когда ты пьешь кофе Энергетики Там паровоз уже начинает двигаться Так вот Я приезжаю в отель Все прекрасно Очень романтично Типа Прекрасные рязанские отели И мы сидим И я немного смущаюсь Хоть я взрослый мужчина Но я всегда Стараюсь джентльменом То есть я не беру Сразу говорю Блядь Да свою вагену Ну понятно Да она такая говорит Ну Ебать меня больше уже Я такой Ну да Да Так и сказала Да Да Дословно Ты же хочешь вам рассказать Что секс сорвался Из-за того Что ты хотел как Практически У меня просто Таких минимум Три было истории Вот И женщина Мастер во всех своих делах И она мне начинает Яростно сосать пенис Прям вот жестко И я вот лежу Мне пиздец как приятно Но вот знаете Вот есть такое чувство Когда ты хочешь пукнуть И вот кажется В жопе вот Пердешь Это огромный шарик Такой Да И он сейчас вылетит Да И я прям лежу И мне сосут И я такой Блядь А я думаю Типа такой Да-да-да-да Так и только не пью Блядь У меня такие истории десяток Самое главное Я лежу на кровати Она же чуть пониже То есть там область поражения Но там сразу Да там Там труп блядь Да там Ну я просто знаете Помните Если Терминатор 2 Когда там Сара Конро Забор трясет С нее кожа слезает Вот я думал Там такой Я лежу Ебать ты вспомнил Я лежу Я думаю Блядь Ну пекарь Ебаный в рот А женщина Пиздец красиво Ну то есть прям Я понимаю Ну блядь Ну какого Женщина с большой буквы Да Я думаю Ну какого хуя Да И она закончилась сосать И я такой Фух Как прекрасно Это закончилось И она залезает сверху Начинает на мне прыгать Яростно секс Но она Начинает давить Вот так на живот Я лежу Я понимаю Блядь А я Ну в такие моменты Надо думать У меня наверное Ебало было Неописуемо В этот момент Я там такой И я понимаю Блядь Ну пиздец Сейчас вот А там все знаешь Вот каждый Каждый давок Он все сильнее Сильнее Ну что завел Москвичи Сильнее Сильнее Я такой лежу И это продолжается Реально минут два Это первая встреча У вас была Да Ну типа Не мы уже общались Но это первая встреча Ну в качестве партнеров Типа да Там отношений Ну типа Ну типа да Он первый Он должен запомниться Он запомнился С поля И она давит Давит Я терплю где-то Минут двадцать Мне уже хуево Реально Я понимаю То что Она в этот момент Думает Ебать он долгий Молодец Она давит 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 Я в один момент Не выдерживаю Я просто хватаю За таллинг Я нахуй себе Скидываю Одеваю халат И убегаю Блядь Я бегу вниз Просто в халате У меня болт Вот так бьется Я гандошку Срываю Блядь Выкидываю Где-то в фойе отеля Выбегаю На улице гостиницы Это реально был Один из самых долгих Передержей в моей жизни Я просто стоял Где-то Секунд сорок Просто Я такой был Я перделся Просто Знаешь Вот эти Еще был Типа Типа Такой А потом Вдыхаешь А потом еще Да Я понимаю Что я уже Закурил Блядь Я такой Ёб Я уже думаю Блядь Я в один момент Пока курю Проперделся Думаю Блядь Какую я Хуйню Сотворил Ну я думаю Блядь Она ничего не спросила Подожди Я начинаю анализировать ситуацию Ну типа Погоди Пекарь Тебя как этого Сила с Кривого завели Да Взил Стос С Кривого завозили Я стою И я начинаю анализировать Я говорю Блин Ко мне приехала женщина Все было нормально Я в один момент Сбрасываю И убегаю Что у нее сейчас в голове Я в этот момент Думал Убежать Съебаться Больше не общаться Я думаю Блядь Ну это пиздец Это пизда Да Я думаю Ну я докурил Такой Ладно Я мужик Я должен Ну типа Со страхами надо встречаться Вот я такой Ну и похуй Я говорю Я блядь смотрел аниме Берсерк Я блядь гац нахуй Я блядь Ну пиздец нахуй Я ебло И я иду вот так Иду Пиздец на уверенном Захожу в комнату Работает телевизор Женщина сидит в пижаме С очень недовольным ебалом Я такой Пу-пу-пу-пу Анка Че это была за хуйня Я такой Ну блин Ну знаешь Ну я не знаю Как она говорит Блядь Чел Че за хуйня Я говорю Ну я не знаю Как объяснить Ну типа Малышка Ну Она говорит Что Говори Все Давай Я говорю Я очень сильно хотел пукать Она ничего не говорит Говорит Переди при мне Прям сейчас Я такой Я говорю Что Я говорю Это может быть отвратно Говорит Сри при мне Переди Блядь Я такой Я не могу А у меня просто Ну реально Это лично у меня блок Мне очень тяжело Сходить там в туалет Ну когда есть женщина Ну типа Ну да Типа я думаю Бля пиздец Что там начнется Ебать Война какая-то Из жопы Ну вот какой-то Мой заеб Ну лично мой И она вот реально На стол Говорит Перди Я уже такой Бля я не хочу Перди блядь Пидарас Сри свои жопы Я такой Перди Я такой Ебать Она это сравнила Говорит Это как Блядь Вот знаешь Взять мертвеца Который съел Камамбер И вот это все Вскрыли живот Это пиздец Ну вот и познакомились Да Так и первый раз Поебался Ну и потом Постричались Очень мило Расстались Все было нормально Но пердешина Всегда осталась В воспоминаниях Это твоя история Про любовь Да Ну любовь Типа Я к тому подвожу То что любовь Женщина готова вас Принять любым Но лучше не пердить Ей в ебало Когда она вам Делает миньет У меня есть история Со школы Так Короче Так получилось Что А кстати Вернемся Когате Кристи Нихуя себе Реально Тут есть связь Мне это напомнило Извини Этот мультик То был Вот это поворот Как он назывался Из пластилина Лепили его Блядь А Далцвимб Его делали Это Далцвим Это типа какая-то Блядь Какое-то подводное судно Там Какое-то 908 Я не понял Нет У них же там этот был Скетч А блядь Это этот Робоцеп Ёпта Во Короче Так Агата Кристи Да Да Опять Она Собственно Я В школе Еще Тогда Ну вот Я максимум Что Слушал В школе Это Ленинград Вот как-то Агата Кристи Была мимо Она потом Появилась В моей жизни И до сих пор Остается Уже больше Там 10-15 лет В общем Прошло А Классе В восьмом К нам Пришла девочка Помню Всегда Что у нее Как бы Висел Она такая Типа Как-то Вот еще одевалась Вот это Типа Неформально Какой-то Кулон Там Что-то Еще И как бы Ну Похуй Было А потом Я ушел После девятого В другую школу И вот как раз После девятого Там Уже Чуть-чуть Пробовал Пиво Ну и не только Там пиво Там что-то Еще какие-то Напитки Вот И так получилось Что я Начал слушать Группу Агата Кристи Уже Активно Вот Концерты Матрикс Уже Младшего Брата Самойлова Я решил Сходить на концерт И как-то Вот Параллельно Завязалось Что мы С этой девочкой Начали общаться И в этот момент Я понимаю Что кулон У нее здесь Висел Агата Кристи И она была Фанаткой Группы Агата Кристи Вот У нас нашлись Какие-то Общие интересы А мне В принципе Стало интересно С ней общаться Потому что Ну то есть Когда мы учились В одном классе Мы особо Там не разговаривали На какие-то темы А тут в принципе Типа Там Пророк Что-то Ну то есть Вообще Без каких-то Любовных Этих штук Вот И мы начали С ней общаться И в итоге Так решили Сходить на концерт Матрицы Ну то есть Опять же Бывшая Агата Кристи И перед этим Мы не раз Там Где-то там Бухали Что-то там Встречались Вот И Как раз таки Охота крепкая То есть Мы брали Охоту крепкая Вот Для нее Прям одна баночка То есть Она прям Восполняла ее Полностью Вот А мне там Ну две Может быть Вот И мы сидели Что-то там Болтали все время И в какой-то момент Что-то пошло Не по плану И она как-то Оказалась на мне На скамейке Весной Вот И Вышло некое Недопонимание Я не помню Мы уже по-моему Сходили на концерт То есть мы на концерт В принципе Сходили нормально А потом Видимо мы дальше Продолжили общение Я помню Что это была Прям такая осень Вот Стадии Когда все тает Говно Солнце греет Тебе холодно Ты сидишь вроде В зимней куртке Но при этом потеешь Ну вот это такая Апрельская хуйня Какая-то Мы сидим на скамейке Где-то И пьем эту охоту Крепкой И она На меня там Заползает Что-то там это Потом в какой-то момент Мы там уже Лижемся с ней На скамейке А в какой-то момент Она Ну короче Суть в чем Суть в том Что Я Начал Случайное общение С бывшей Одноклассницей Грубо говоря А она это Восприняла Немножко по-другому Позволь я вброшу Одну историю Пока я ее помню Давай-давай-давай Мы как-то у товарища Я сегодня у него был На дне рождения Поехали на дачу К нему Да И мы туда часто ездили Там была Я можно сейчас На всякий случай Я просто скажу В защиту девочки Она хорошая Ну просто Блин Я-то честно не знаю Как она сейчас Девочка хорошая Надеюсь у нее тоже хорошо У меня была Одноклассница Которая Всем рассказывала Что она себе Засовывала расческу Блин Ну это вот По молодежности Да Вот это по молодежности По молодежности А что за расческа Напишите плюс в комментариях Кто себе Совал вагину расческу В школе Ага Или вы были учителем Бля Простите Пекарь Этот подкаст Может скоро скатиться В OnlyFans какой-нибудь Либо в PornHub Я боюсь И просто мы фоткаемся С хуями У меня была забавная история Мы короче У типа На даче И в какой-то момент Мы нажираемся Где-то в соседней деревне И нам надо Доехать до Места ночлега Нас Семь человек Имеется автомобиль ОК Ого И мы В него садимся Как? Не спрашивай Ну просто Я сильно не помню Я помню Что ко мне На ноге Ну как Как сказать На ноги Садится довольно Тучная девочка На колени Да Нет не на колени Выше калем Выше калем На бедра На бедра На бедра мне садится Тучная девочка В какой-то момент Нас останавливают Сотрудники ГИБДД Они видят Вот этот Блядь Карнавал Вот шпроты в банке В натуре И у них единственный вопрос Говорит Ребят Мы вас штрафовать не будем Но давайте вы выйдете Мы вас посчитаем Нам по приколу Все начинают выходить В какой-то момент Девочка с меня поднимается Я каким-то образом Хватаюсь вот так вот руками Это крепкий Тогда был физически Вылезаю из машины Пытаюсь встать на ноги И нахуй Падаю У меня ноги отказали Мне настолько затекли ноги Что я просто выхожу А нет Вру Одна была нормальная Я на вторую По наите Такой Что-то она как-то не очень работает На нее облакаюсь Корпус перешел Такой просто И свалился Они говорят Что такое Говорит Да что-то Говорю Ноги Блядь Под коси Сам лежу А знаешь этот момент Когда у тебя нога затекла И потом в нее начинает Приливать кровь Бля Это же больно Ну прикинь По всей ноге Я такой А ты еще стоишь Такой Да А мне там Бля Не знаю Лет 15 16 Я синий Мне неудобно Как я могу сказать Она говорит Что ты упал Говорит Да журуха на ногах сидела А что я упал Ноги нахуй Мне передавило Крови нету Мусор Ебаный Он такой Ооо Все уже Welcome to club Да Как говорится Я предлагаю Перейти на более Такую Правильную Наверное Тему Емли Нет ты же говорил Про любовь Мы должны быть Мы емли Куда мы полетели Мы же любовь затронули Да Типа любовь Она разная бывает Да У каждого своя Да не На самом деле Ну Та девчонка Она Помянем Я вот ей Корейское сердечко Покажу Да не Ну это же Ну это было Это было Хуй пойми когда Да Я помню последнюю нашу встречу Я не знаю после Почему так получилось Но я уже Блин Уже было сколько Я уже на машине ездил То есть вот наверное Это 18 лет Мне уже было Я уже А Я короче катался на тачке Я помню что я Почему-то Решил Ее подвезти до школы Она еще в 11 классе Наверное была как раз Вот Я ее забрал Мы что-то прокатились Я ее забрал типа в 7 утра Она была к 9 И мы еще что-то прокатились Я не знаю почему А Она все это время Точно Вот Она все это время Думала что мы в отношениях Ай-яй-яй Да История по малолетки бывает Да Вот И как бы Видимо я наверное решил До нее до 10 Что немножечко Ну как бы нет Вот Я помню что Последняя наша встреча Была как раз в машине У меня была Шкода Октавия 7 Нихуя себе Бля 18 лет Школу привезла Только 683 тысячи в кредит Новая Тогда было Да Октавия 7 Стоила 680 Средняя комплектация На ковшах Вот на этих вот А мотор 1.8 1.4 На этом самом На ДСГ Вот И Собственно я ее подвез И как-то по пути Вообще У меня так получилось Что в то время Я любил одну девочку Очень сильно Прям вот Это моя первая любовь Очень долго Но там Я даже не хочу Насчет Мы сейчас еще один подкаст Да Первая любовь Это всегда мрачело Это будет очень долго Как бы я очень рад Что у нас ничего не получилось Потому что это был Очень своеобразный человек И если бы что-то получилось Я боюсь представить Что со мной было бы Там вообще больной На голову человек был Вот И Все это время Тогда еще Я как бы Думал Что как-то может быть У нас вот С той девочкой Все получится И я как бы Все это рассказал Вот этой вот Даме Подвез ее к школе Я вот помню Последние кадры Играет Агата Кристи У нас Естественно Любишь 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 Или нет Секрет Слушай Хорошо что не играла Я на тебе как на войне С другой стороны Дальше играла А дальше играла Вот я помню Что играла Вот Не Агата Кристи Это точно было Когда я подвозил К школе По-моему Играла Олина Попа Олина Попа Олина Попа Олина Попа Она по-моему Только-только вышла Как раз таки Немного вагаебских шуток У тебя музыка была Кантон Которая на Шкодах Типа расширенная Не Наверное Самая базовая Вот у них музыка Называется Кантон Кантон Я такой Нахуй ты это знаешь Кантон Это Шкода Октавия В 2000 каком 14 14 Только-только Я помню Даже время Если говорить Про Шкоду Октавию У меня была Я ее купил 31 января 14 года И я когда выехал Катался То есть естественно Тогда еще не было Такси на Октавии Такое время Когда не было Такси Волги были Наверное Да Еще плюс-минус Я помню прекрасно День 2 или 3 владения Еду по Кольцевой И встречаю Белую А7 Такую же Шкоду Октавии Там сидит мужик И он такой И я такой Представьте В нынешнее время Чуваки Октавии Такие Типа Ну это сложно А тогда вот Только-только И Октавия Это машина была Это была Пиздец машина На самом деле Если мы отметим Шутки виртоксистов То это и сейчас Довольно Довольно Хорошая машина Да Октавия Я помню Как раз Мне РС Когда снимали Я охуел Какой у нее Крутой Лифтбэк Багаж Мне очень нравилось Это машина Для меня тем более Я говорю В кредит Взял машину Эту тогда Прям Песня играет Я ее высаживаю Около школы И все Я рассказал Как есть Я говорю Ну как бы Ты неправильно поняла Не знаю почему И это продолжалось Почти год кстати Вот И у нас ничего не было Наверное хорошо Для всех Причем Из нас Вот И Я ее высаживаю И как бы Все ей рассказал Я помню Что вот По-моему У нее была юбка такая Она сидит на пассажирском И она прям Вот так Комитянец Салават И я как бы Вот так откидываю Он скрывает ручку И выходит И все Мы больше не виделись Все Блять Ну я почему-то Он так показал Как будто он мешок Блять С зерном разгрузил Там надо было видеть Со стороны Я не знаю А кто-то это видел Представляешь Нет Я говорю Не-не-не Смотри Погоди-погоди Разгон Смотри Он стоит на октаве Она к нему лезет Он ее отталкивает Подрежает рядом Мужик на октаве Такой Во Тачка заебись Решение Тоже Саня Молодец Это была такая Да Одна из историй Когда Я такой Знаю Я ощутил Что я Знаете Вот Отомстил За всех Вот это Френдзона То что Обычно Мужиков же В френдзоне Держат А вот тут Вот я Не Ну я просто У меня не было Изначально То есть Мы сходили Да На концерт Мы слушали Одну музыку Нам реально Было интересно Просто общаться То есть Вот она Как бы По общению Была интересная А у меня медуза горела Саня У меня есть Короче Одна история Которая Во мне Сопровождает Некую фобию Которая Никак не подтверждается Я когда работал В кофехаузе Официантом Это вообще Забавная штука Ты когда В середине нулевых Работаешь В кофехаузе Официантом Кофе стоит 200 рублей Типа зарплата Там не знаю У меня батя 20-25 тысяч Зарабал То есть Это Цикристы В Альгалу Полетел И ты Типа А там Чизкейк 350 рублей Примерно Как сейчас А тогда Это цены Абсолютно Блять Из-другого В Макдаке Тогда Гамбургер Стоил Чирик Пацаны Просто Ты идешь За черку У нас там Пацан Вот как раз Ляба Ну Подожди Ну не чирик Но может Рубль 20 15 Вот я помню 15 15 Подожди Недавно акция Какая-то Пару лет назад Я помню Была Нет Не-не 15 рублей Помню Что я Вот когда Как-то раз Я прям Три монетки Набирал В Москве Я помню Что 10 рублей Потому что Мы искали Вот в этом парке Афганцев Который Тебя показывал Алкашей И мы с алкашами На бабке спорили Что у меня товарищ Переплывет пруд там Он под водой Мог долго плавать Они все время Проспаривали Я говорю Все блять Давайте деньги Нахуй Ну мы их реально Типа Блю-блю Ты поспорил Ты что не мужик что ли Прикатываешь А потом Идешь гамбургеры Хавать Вот Я в этом Это был Торговый комплекс Южный полюс Мы даже шли Хавать гамбургеры И я там Начал работать Официантами 10 рублей Гамбургер Стоит в Макдональдсе А в кофехаузе Бейгл стоил 350 рублей Бейгл Блять Это тот же самый Бургер Просто дырка Посередине Нет Тогда еще не было Блять Я не знаю В кофехаузе Бейглом Назывался Просто бургер Блять Просто бургер И в какой-то момент Ну типа Во-первых Там такая штука была Как списание То есть Завтра Эту продукцию Уже нельзя выкладывать Потому что Она будет считаться Просроченной По стандартам компании И я помню Что когда я выходил С этим пакетом просрочки Блять Я тебе отвечаю Меня встречала Стоять чай Видел как они в порту летают Это были мои кореша Я вот Я в какой-то момент Вынес просрочки На 3,5 тысячи рублей Я вот так иду с пакетами Эти чайки Начинают расхватывать Я блять Просто отбиваюсь И говорю Чизкейк Нью-Йорк Маме блять Маме базара нет Маме нахуй Не торогай Остальное все расхватывают Ну понятно В какой-то момент Те кто работали в общепитии Они понимают Что если эта просрочка Она становится для тебя бесценной Полный холодильник кофехауза Всякого Тебе вообще похуй на него Вот Я помню У меня был клиент Он что-то нажрался Взрослый мужик За 40 был Он сидел с сыном Двадцатилетним Говорит Малой Я такой А Телками У которых темные волосы Я говорю Почему Говорит У них всегда усы Я такой Че блять И во мне эта хуйня засела До тех пор Помню Мне было лет 17 наверное Какие блять Я всегда всматривался У меня блондинок Никогда не было Я никогда не встречался С блондинками В длинных отношениях Я всегда такой Блять Даже недавно Недели две назад Ловил на мысли Такой Нормально Так Я предлагаю Я расскажу последнюю историю Как вот ты сказал Сейчас Давай В тему Ну да Я про френдзон Я просто хочу немножко отделиться Я сейчас вспомнил историю Которая вообще не в тему Мне кажется Я должен ее рассказать Мне интересна ваша реакция Она вообще не про любовь Ты просто заговорил про еду Блять Это вот пиздец Я всем рассказываю ее Реально Вот знакомым Это правда Это прям реально было Короче Это было лет 10 назад У меня знакомый Ездит там Не про меня К сожалению Или к счастью Не знаю Сейчас послушаете Знакомый ездит на мотике Ну подскались прям Он примерно Моего возраста То есть ему тогда было Примерно там лет До 20 То есть он начинающий Такой байкер был Ездил на мотике Его батя попросил Съесть в магазин Купить продуктов Вот А у него была Короче На этом самом На баке Вот это Такая сумка Вот Где там Ну многие вешают же Такую сумму На баке Вот Он купил там Что-то мясо Фарш Короче Что-то И поехал Соответственно До дома Блядь Ну это пиздец Я не знаю Я каждый раз Просто представляю Я вживую Этого не видел Но когда мне рассказывают Я думаю Ебать Представьте Вот улицу Вот короче Здесь трамвайные пути Это так вот Ну то есть Вот в эту сторону Да В эту Вот так вот Да дорога Улица Вот такой разворот То есть ему надо было Вот так вот Нет Точнее он ехал отсюда Вот так машина разворачивалась Вот так вот разворачивается машина Он хуячит отсюда И как бы чел не увидел его Угу И этот чел врезается в тачку Угу И фарш Который был Бля В сумке Он растекается На боковое стекло тачки Угу Чтобы Чтобы вы понимали У водителя инфаркт был Ебать Потому что Ну я просто представляю То есть чел Разворачивается Он видит Летит мотоциклист И ему в боковое И прям сразу Да Просто шар Этот фарш пролетает Бля Это же пиздец Причем Ну этот Мой знакомый Он нормально Он там даже Ничего не повредил То есть он как-то слетел Там с мотика А фарш С сумкой Бать Он въебался Он как-то видимо Сумка раскрылась Ну понятно Фарш летел То есть это же пиздец Да Это настолько Ну типа совпадение Типа чокнутое Бля Я вот в Питер въезжал Жалко мужика Водителя еще Да У него реальный инфаркт Был от того Ты пугаешься Что в тебя кто-то врезал То есть он же увидел Скорее всего Ну типа в него врезались И он смотрит Просто кишки какие-то Бля Я так когда Вот в прошлый раз Приезжал в Питер И я такой Типа Пятерку только купил Без номеров Номеров нет Нормально Ну 10 дней Можно Я не успел Просто поставить Там нюансы в ПТС Были Да нет Там на самом деле Вообще абсолютно Смешная история На БМВ написано Типа вот на Питерке Я прям видел Мне фотографию Показывали Я сам смотрел У тебя получается Номер двигателя В конце там Я не знаю Какой там мотор Допустим Б58 Или Б48 Не знаю Трехлитровый дизель Какой там у них Сначала номер Потом буквы А я говорю Гайцы такие говорят Сначала должны быть буквы А потом номер Я говорю Блять Фотку смотри Типа ты что Зарусь в глаза Ебусь Или что Ну как бы в чем проблема Он такой Не-не-не Типа должно быть так Я думаю Хер с ним Приехал Заезжаю в Питер Без номеров Я довольно Ну и проехался По трассе Это долго Я обычно Ночь перед дорогой Очень плохо сплю Я еду в ночь В тачке ночью Посплю пару-тройку часов И уже там к утру Заезжаю в Питер Я еду в Питер Чуть подуставший такой И я такой что Стрю какой-то Блять В две машины От меня какой-то экшен Происходит Уех блять Тачка кувыркаться начинает Киев карнивал Старая Бля Там типа нулевых годов И там мужик такой Я бля Вижу Она на крыше лежит Он типа Окно выбивает ногой Вылезает Они в ахуе Я в ахуе Все в ахуе И я потом дальше еду Я понимаю Что типа Его никто не подрезал Нихуя не произошло Ты знаешь Вот эти Полтергейсы Как мы там Новостях раздавали Про это Кукла Секс-кукла Которая испугался мужик Я такой думаю Блять Как это нахуй Произошло Вот очень сильно хотел Ну я думал остановиться Помочь Но я понимаю Что все остановились Потому что Питер Ему там сразу же Все подбежали Помогли Мужик ты как Я думал что ему сейчас налью Чтобы он успокоился И инфаркта не было На самом деле У него был крест серебряный Он был в белой алкашке Лысый И он начинает пить корону Говорит Главная семья Да Вот что-то типа того Ну я типа вообще удивился Просто на ровном месте Вот он ехал Я так понял Он руля дернул видимо Нагрузка на переднюю ось Он по тормозам Вряд ли бы он так дал Это какой-то флатаут уже Да Это реально флатаут А это Саня как раз Закрывал там Новые соревнования На этой машине Так вот пацаны Расскажу вам историю Которую вот Ну вы бывали во френдзоне Ну знаете что Да конечно Я как-то раз Отомстил за весь мужской род Как Короче Мне очень нравилась девушка Это прям первый курс университета Но она меня всегда отмораживала Ну типа вот Всякими Всякими способами У нас была общая компания Я проявлял к ней Ну типа Знаки внимания Она Ну типа нет Ты бляй лох Ты чимоня Бляй Иди нахуй Просто я такой Ну ладно Вот И что-то вот это продолжалось Так практически год Мне пиздец обидно А мне девочка нравилась Ну типа она прям Вообще прям Классная такая Низенькая Типа беленькая У нее еще тогда Вот эти корешки были популярны В десятых годах Вот Я такой Ну ладно И как-то раз Я не знаю Как это произошло Она приходит ко мне домой Мы жестко сосемся Но без секса То есть ты не помнишь Я не знаю Вот что ты делал Я был трезвый Так Я не помню Что про У меня реально Как будто у меня Вся кровь из мозга Шла в хуй И я просто забыл Что было Но мы жестко сосемся То есть Я просто предположу Ты сидишь допустим Смотришь до этого Как у вас Ну типа Ну мы просто общались Типа Мы общались Приходят получается Да Приходят ко мне домой Я не помню что Но мы начинаем жестко сосаться Я не пьяный Не объебанный Ничего Повезло Ну просто вот я реально говорю Я вот сейчас пытался это вспомнить Пока вы рассказывали историю Но у меня реально Вот пробел Я помню что мы сосемся Но без секса То есть мы пососались Сказать так все Мне надо уходить И уходят Я такой ну ладно Потом Меня зовут Общая ночевка Там мой лучший друг Его женщина И нас складут с ней В другую комнату И мы там начинаем Что-то Мы смотрели Ублюдский фильм Не Фильм очень хороший Если кто помнит Мосфтерабитию Он с грустным концом Ну короче Хорошо Вот И мы что-то лежим Я вспомнил эту историю Про русский фильм Давай Мы начинаем что-то Она меня гладит Мы целуемся Я снимаю трусы Она себе все снимает И вроде я вот прям Ну вот почти В пронзании Ну то есть прям вот Я вспоминаю Как блять Ну она сука Вот просто меня морозило Год блять Я так страдал Мне так было обидно Вот Ну вот Во мне это все накапливается Прям вот эта вся злость Обида Я такой думаю И я просто лежу Ну вот так сверху над ней Говорю Блин Знаешь Ты мне нравишься Как сестра Ебать И что она сказала И она такая Да ты блять Охуел Она просто Скидывает меня Начинает одеваться А я просто лежу Я поворачиваю спиной И такой Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха И я такой Блять Я прям Я представлял Как мне ментальные люди Уже Которые там знаешь Как в этом Как в звездных войнах Вот эти проекции Вот этих чуваков Которые были во френдзоне И превратились в силу Мне такие Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- Я в ахуе Я тоже, я запомню Ну ебать, что там, иногда ходит тут вот по Питеру Такая, оп, стеклореза достала и пошла, бля Вот Модель вот эта Я смотрю, я просто в ахуе И вот эта девочка Мы проводим какое-то время, мне говорят Ну вот ты спишь с ней Я такой, блядь И вы не общались во время Ну да, мы вообще не общались И она такая, ну привет, как у тебя дела? А сколько лет прошло? Прошел где-то года полтора вот так Ты знаешь, ты мне нравишься Я такой, пу-пу-пу-пу Я не знаю, чего ей ответить Я такой, ну да, ну понимаешь, я там сейчас не в отношениях А тебе сколько лет было примерно? Ну то есть, если это был первый курс, это было 18 лет Это где-то там, ну где-то мне 19-20, вот так, какой-то вот этот период Я такой, пу-пу-пу-пу-пу Я говорю, ну Знаешь, мне надо подумать Я говорю, сейчас я приду Я ухожу в туалет деревенский Там был туалет на улице, я просто сижу в нем Сижу минут 10, 20, 30 Час, два Заглядываю, она уснула И я такой, супер И тут я прохожу, и тут вот эта баба на стеклорезах курит Ну, типа в стиле Чего ты здесь забыл, сынок? Ну, давай покурим Мы курим Маленький вам спойлер, просто я потом вам расскажу Теперь это порноактриса, кстати Мы курим Она говорит, ну, а ты тебе есть где спать? Я такой, блин, да меня положили вон с ней Она говорит, пойдем, у меня типа кровать свободная Я такой Я такой, блин, сейчас там стеклорезик Опа, я радостный, мы идем И мы начинаем заигрывать, что-то посасываемся И, ну, естественно, у меня кровь приливает Я такой немножко, ну, знаешь, полубоком, полуживотом И она такая, знаешь, вот прихватывает Вот так за хуй А я в пижамных штанах, там, естественно, свобод Там, блядь, хватай, не хватай И в один из этих прихватов У нее был, как сказать, у нее был очень хороший маник Такой, знаете, вот такой, блядский Большой Когтистый, да? Да И в один из прихватов А вы представляете, как мужской пеннис устроен? Ну, вот Ну, примерно После этого не боюсь на мазок ходить Если что, ну, эти, ну, в коже вены Я один раз на мазок ходил, это пиздец Вот я, вот знаешь, мне когда сделали мазок Я такой, это все, блядь? Не, а, кстати, я сам удивился Я давно делал последний раз мазок Один раз в жизни это было Я недавно как-то с другом разговаривал Типа, который вот делал мазок Он говорит, слушай, да там ничего сложного Просто на самом деле научили Надо его немножко размять Не, а причем он сказал, что надо, типа, там пожамкать Чтобы как-то стенки там А, ну, типа, она открылись По этот Типа, ты его вот так вот делаешь И потом, типа, уже нормально А, да? А если ты его не Не пожамкал Ну, да, на мне пизданул ноготь И все И на этом я Она такая, бля, прости, прости, пожалуйста, прости, прости Это было, причем, через пижаму Да То есть ты там двойной урон был И я просто в этот момент, я понял Я, конечно, сделал плохо по отношению к той девочке Но я практически поебался Я на тот момент не знал, что она порная актриса Я относительно недавно знал Когда я сидел на каком-то сайте Я такой Ебать Это же ноготь в уретре, блядь Я вот так сидел Ну, да, вот такая история Возможно, это как раз ей сломало жизнь Не, не У нее там все нормально было, реально Я просто, я даже не знаю Она ровесница была твоя Да, да Ну, может, чуточку помладше Там, может, знаешь, там, ну Типа, мне было там 20 А ей, например, там 18 только исполнилось Да Да, ебать его урод Я потом вам расскажу, как эта порная актриса Жестко-жестко Да Но была вот такая история Мне нравится то, что мы хотели поговорить про любовь И ушло все в какую-то порную актрису Не, ну это была вообще изначальная история про месть пацанам всем Так что, пацаны, все, кто был во френдзонах Я, блядь, за вас Я думаю, давай, наверное, по финальной истории Давайте Блядь Я не буду рассказывать В какой-то момент, короче, мы залетаем на вписку К знакомому Типа, ну чувак какой-то, знаешь, когда у кого-то есть хата свободная Он сразу становится твоим корешем Что можно пить и Трахаться Нет Мы так думали Трахать друг друга В какой-то момент получается так Я не помню, 18, 19, 20 Ну, короче, какой-то возраст, блядь Я уже не помню Старый, так много времени прошло Мы залетаем на вписку И там какая-то девочка Мы что-то друг с другом Там туда-сюда Тыры-пыры Уже пиддыры И молодой горячий Да, там, как бы, ну, там Одна залетела Вторая Вторая Залетела Потом третий Да, да Это уже Карандаш вроде Вогрызок сточен Как бы А все хочется Да, на то, что Возраст, гормоны Все в самом разгаре Типа, там Поза дуги Стайл Вся фигня Я Ты-ты-ты И он открывает дверь Смотрит такой И молча закрывает А получилось так, что в этой квартире остался я И две девчонки Я такой, не понимаю, что за херня Я такой, думаю, что-то он ушел Что-то обиделся Он, это кто? Ну, хозяин хаты А ну, изначально была большая тусовка Да, потом там кто-то рассосался Кто-то что-то еще Ну, а я был увлечен делом И я такой, типа, ну, ушел И ушел Думаю, ну, ладно, хуй с ним Он жил на втором этаже И я понимаю, что Дверь закрыта Ну, просто Входная, блядь, дверь Железная закрыта И Опции выйти Нету Там у него какой-то замок Ебаный был Что он, если на ключ Закрыл И смотри, ты его не откроешь Вот И я такой, думаю Что-то надо делать Девки-то голодные А я с Будуна И такой, ну, блядь Со второго прыгну В целом нормально Ну, вряд ли сломаюсь Ну, блядь Соблюдая технику безопасности Да Я не то, чтобы прям Выпрыгнул, блядь Из него Я ножки свесил Что-то повис Нет, нет, нет Просто ножки Там невозможно было повиснуть Просто ножки свесил Думаю, на полметра Я ближе к земле Ничего не произойдет Как-то толкнулся Там, благо, была трава А земля Я что-то там покувыркался Чуть-чуть Поматерился, блядь Полежал Такой, думаю Все, надо идти за хавчиком Я пошел Купил дошик А были Роллтон Я, блядь, не помню Нахуй Вернулся обратно И девка На второй этаж Роллтон, блядь Загирил, чтобы Хоть что-то было пожрать Потому что Не захотели прыгать Со второго этажа Я им предлагал Я говорю Давай, чего там, блядь А что там, блядь Приключения на 15 минут Зашли, вышли, блядь Ну, подумаешь Там открытый перелом бедра Будет какой-нибудь Но это было Крайне забавно И вот тогда помню Я себя чувствовал Все, знаешь Таким мужчиной-добытчиком Типа, ну, там Женщина где-то В заброшенной берлоге Какой-то непонятный Я им там дошики Туда закидываю А почему чел ушел Мы не узнаем пока что Он думал, что он встречается С той девочкой А, типа Ни она, ни я Об этом не знали Бля, я подумал Это будет как в песне Которую мы когда ехали в Питер Ты включал Когда там чел Типа, какая-то песня Он занимается сексом с женщиной С девушкой А потом заходит их мама И мама там ебется жестко Чего, чего, чего Вы там слушали Нет, какая-то песня есть Есть, короче Группа Называется Never Love И там есть песня Называется Пати у Кати Это тяжелая такая металюга И я, короче Я говорю Спорим С 90% вероятностью Если ты послушаешь эту песню Ты испытаешь испанский стыд Спойлер Пекарь Первый, кто не испытал испанский стыд Все, кто слушали Все такие Но там просто Суть песни Потому что чел занимается сексом с Катей Но внезапно заходит ее матя И матя там Пиздец ураган какой И я вот подумал Он рассказывает эту историю И я такой Я когда вот так сделал Я думаю Бля, только не мать Только не мать Эти истории вне подкаста Кстати, вот Я не знаю, почему Ты сейчас сказал про это Когда я вспомнил Кровосток Охуенно же Да Кровосток абсолютно великолепен Абсолютно Самое главное, что я понимаю Беру узи и калаш Помню И вынимая Кладу Что-то там И качаю Кровосток Охота чаю Я просто вот Охота чаю Да-да-да А это вот Лобстер пицца Лобстер пицца И там Бля, там биток такой еще классный Да-да-да-да Бля, кайф Мы всегда на подкастах Я тебе прямо объясню Мы всегда ставим Фильмы, книги Может ты что-то смотрел Может что-то читал Да, хавку какую-нибудь вкусную Если где-то ел То есть у нас прям подписчики любят это Точнее, Женя Я тут просто хуй Про книгу я, наверное, могу какую-нибудь бросить Для начала Или ты читал Я вообще очень давно ничего не читал Итак, ну книги Так, а что я сейчас читаю? А, кстати, по поводу управления Я там Мне по работе надо было пообщаться с бухгалтером Про мнение, как оптимизировать бизнес Чтобы законно уменьшить налоговую базу Ну то есть есть такие опции Как какие-то расходы сделать Как то Какая-то довольно такая сложная схема И я помню, что абсолютно невероятная женщина Она там прям все рассказала Мы с ней там Мы там втроем общались Я финансовый управляющий Типа Мы с ней общаемся Я понимаю, что женщина прям горит своим делом Она реально очень крутая И она мне вбрасывает такую историю Тут как раз Такая там прям история будет Помимо книги Она мне говорит Почитай Тарасова Управление по Макеавелле Есть Владимир Тарасов Это один из первых управленцев вообще в СССР То есть менеджеров Который реально был очень крутым И есть крутой чувак И я такой думаю Блядь, Владимир Тарасов Она говорит Ты читал? А мы с ней очень много за литературу начали Я говорю Вот это, вот это Она такая И вот это И у нас Ну, крайне редко Когда бывает так Что вы с человеком читаете Плюс-минус одинаковые книги Вот И она такая Владимир Тарасов А я не могу вспомнить Я не могу вспомнить И, короче, история в чем Немножко, наверное, с таким философским подтекстом Есть у меня Дон Хуан Да? Я тебе рассказывал про него Да И у Дон Хуана В какой-то момент происходит день рождения Я помню, что Дон Хуан Ему в какой-то момент Кто-то там из его близких Пообещал, что купит Конструктор Лего Мерседес Акрос Вот эти большие Лего-конструкторы Я эту историю запомнил Тогда я зарабатывал Не очень много денег Да? И я помню, что вот он прям хотел Акрос 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 Вот этот Мерседес Я его не нахожу И я понимаю, что Ну, единственный способ Какой Лего я могу купить Это Бугатти Вирон Ой, Бугатти Широн От Лего Вот эта большая Бугатти Широн Я ее там покупаю Она тогда 30 тысяч стоила Нахожу за 23 Нам чуваки типа из Финляндии привезли Вот Я ее покупаю Я тогда в Ростове был Прилетаю в Питер Типа Я помню прям То есть это, блядь Чувак Вот я тебе рассказывал Что он История с ним Он очень жесткий Сам Он не жесткий Он такой Он прям очень Стоик Прям чувак стоик Я ему типа У нас такое ощущение Чисто мужское Слышь, педрила Ты охуел Вот типа Алло, гондон Какого хуя Вот Я ему скидываю фотку Типа Выходи У меня для тебя подарок Типа Блядь, блядь, блядь Я ему фоткаю Конструктор Лего Он выходит И я вижу, что чувак плачет Потому что Ну типа Он об этом давно мечтал Хотя Он эту покупку мог сделать В любой момент Вот просто в любой момент Типа У него тогда уже Бентли была Там Ну чувак хорошо зарабатывал Да Ну просто Сам факт того, что он понимал Что для меня это там Видимо Либо дорогая покупка Либо я о нем позаботился Его это довольно сильно тронуло И проходит какое-то время И я не знаю Чего мне в голову пришло Я не знаю Меня типа Переглинило Я был уверен Что он мне подарит Хорошие часы на день рождения Мне типа 30 должно было исполниться Я был уверен Что он мне подарит Хорошие там типа часы Я ходил с этой мыслью И вынашивал ее Абсолютно беспочвенно Вот максимально То есть Не было ни одного намека Что он мне там подарит часы И когда мне было 30 лет Я вообще это не хотел праздновать Мне типа сделали сюрприз Вечеринку Я там на таком кривом ебали ходил Мне сказали Что типа У всех было ощущение Что ты блять Либо сейчас всех кончишь Да Ну то есть Я вообще никого не хотел Видите Я хотел Ну чтобы меня поздравил Один единственный человек Как бы ну вот Из мужского коллектива Так сказать Вот типа Дон Хуан А он не смог приехать на вечеринку Потому что он очень своеобразный Да И я такой хожу расстроенный И что-то недели две Наверное проходит Он говорит Давай встретимся Типа Мы встречаем Говорю блять извини Там тебя у меня рождение Туда-сюда И дарит мне книжку Такой Блять А часы Про себя думаю Ты что нахуй Я же блять Себе нафантазировал Мне 30 лет Да И он мне дарит Книжку Тарасова Технология жизни Владимир Тарасов Владимир Тарасов Технология жизни Это такая Книга Я ее назвал Это неправильная Аббревиатура этой книги Но я про себя назвал Суньцзы для дебилов То есть у Суньцзы маленькая фраза И ты над ней ходишь И думаешь какое-то время У Тарасова есть определенная фраза И есть развернутая история в этом И из этой книги Я для себя вынес Лучшее Наверное вообще Что было в моей жизни Да С точки зрения смыслов Там была история Я ее На своем языке скажу Умножение на ноль Равно нулю И Сколько бы ты не делал Крутых вещей в жизни Да Ты можешь делать Очень много всего Прикольного Веселого Но в жизни есть пустое И твердое Типа Твердое Это там твои друзья Твои товарищи Слово Которое дал тебе близкий человек И выполнил его Твои какие-то действия Которые чем-то подкреплены Там деньги Не важно что Да Вот такие А есть пустое Это когда там человек Сказал но не сделал То есть когда ты там Просчитался Не доработал Это типа пустое И я это ну Выделил как умножение на ноль И Там приведен Такой История В школьной литературе Все читали На деревне дедушки Наверное Сейчас напомню Типа Сейчас напомню Точно вспомнишь У дедушки Там типа У мальчика умер То ли умер То ли что с ними произошло Его воспитывал дедушка И дедушка Чтобы пацан Устроился по жизни Да Отправил его Заниматься Ремеслом Учиться ремеслу В какую-то семью А в этой семье Его не приняли И всячески там Избивали Унижали То есть Ну ничего хорошего Они по сути В его жизни Не привнесли Дедушка Дедушка научил Я там себе Я там себе Выдумывал Что он мне Купит Какие-то Дорогие Швейцарские Часы Не знаю Швейцарские Просто какие-то Дорогие Часы Японские 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 По-моему нет Дорогих Касио Ван Лав А получилось так Что человек Мне Сделал подарок И я эту книгу Я ее не мог Долгое время То есть Знаешь что У меня вот есть Заеб Я всегда хочу Прибежать к финишу Я долгое время Не наслаждался путем Которым я иду А эту книгу Я читаю до этих пор Я ее иногда перечитаю Я ее не дочитал Спойлер Мне ее подарили На 30 лет Мне сейчас 33 года Да Я ее иногда беру Такой типа Ну Я либо что-то старое Перечитаю Либо что-то новое Потому что там есть Маленький такой рассказик Две-три страницы И ты ходишь И в нем смысла Просто пиздец Поэтому если вы хотите книги Если вы хотите смыслов То Владимир Тарасов Это наверное один Из немногих управленцев Который Ну вот управление людьми Может быть неправильно сказано Управление людьми Через любовь То есть потому что Обычно там читаешь Жесткий менеджмент И так далее Там вот просто Человек это ресурс И ты его высасываешь Мне эта история не нравится Поэтому Владимир Тарасов One love Так Александр Что смотрел Про фильмы Да Фильмы сериала Что смотрел Последнее Что понравилось Что может быть Хотел посоветовать бы Люди Я на самом деле Буду немногословен И довольно просто скажу Раз уж выяснилось сегодня Что у нас Евгений Не смотрел Того же брата Я скажу Я второго не смотрел Ну хорошо Он смотрел там Его недавно И смотрел так себе Я советую посмотреть Конечно же В принципе всю Фильмографию Так скажем Алексея Балабанова Октябриновича Вот Потому что Есть разносторонние фильмы То есть помимо брата Многие же знают брата Брат 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 Ну кто-то там Жмуркин На самом деле У него есть и другие фильмы Мне не больно Нет сестры Это Бадров младший Брат Брат Младший Да Все Простите К сожалению И Балабанов кстати Ну так-то да Балабанов Я кстати помню почему-то Этот день Когда вот он умер Я тоже помню Я прям помню Как я прочитал в новостях И прям Блин грустно было Кстати Вот в мае Было Десять лет Вот Семнадцатого по мае Нет Не 10 Не 10 А 20 уже Не Балабанов А Балабанов Я с Бадровом Младшим Перепутал Блин А у него есть какой-то фильм Там про двух бандитов Которые едут к церкви Я не помню Как он называется Но я тоже хочу Последний фильм его Да На сотке А не грузыки Да Очень интересный фильм Вот из современных Извини Сань Перебью Который похож на На самом деле В России снимают Ебейшие фильмы Но единственное Что у нас Умеет снимать драмы Есть охрененный фильм Как Витька Чеснок Вез Лёху Да Советую Да Но я его смотрел Один раз давно Еще советую посмотреть Левиафан Звягинцева Да Смотрел Он прям хтонь-хтонь Ну он прям хтонь Ладно Я тогда договариваюсь Я тогда посоветую Что-то веселое Я просто посоветую На самом деле Все фильмы Балабанова Посмотреть Их не так много То есть Если брать Именно Он же снимал Начинал снимать С таких простеньких Минифильмов Про Бутусов Он снимал Потому что они дружили Настя Полева Это тоже Вот вместе Они все тусовались Он снимал Первые его фильмы Там 86-й по-моему Год Первый фильм Его такой нормальный Это про уродов и людей Но он специфический Не каждому зайдет Не советую начинать Знакомиться с творчеством Балабанова С этого фильма То есть Лучше начните там С брата Если вы вдруг не смотрели А так в целом У него есть Фильм Война Очень Очень классный Тяжелый Как игру с 200 Есть мелодрама Мне не больно Где играет Литвинова Рената Вот Есть Морфий Тоже прекрасный фильм Там Причем кстати По сценарию Если не ошибаюсь Бодрова-младшего Он снят Так как Бодров-младший Не успел его снять Ну Жмурки Это такая комедия Черная Вот Я тоже хочу Последний фильм То есть В принципе Ознакомьтесь Потому что Я думаю Что-то Вы найдете Точно Интересное Для себя Я Любитель Нашего Кинематографа Узвягинцева Тоже Я люблю Такие тяжелые Настоящие Какие-то Фильмы Потому что У меня Как-то Может быть С детства Пошла Такая Пессимистичная Какое-то настроение Больше Мне кажется Кто-нибудь Ну Да Ну вот Узвягинцева Я говорю Тот же Оливиафан Потом По-моему Елена Называется Елена же Да Елена И еще Как он Называется Где мальчик Убежал Как Нелюбовь Нелюбовь Да Нелюбовь Очень классные Фильмы Но тяжелые Сразу говорю Кстати Из тяжелых Классных Фильмов Похороните Меня за Плинтус Я смотрел И я когда Был на Кубе Я помню Типа Я там Сначала Прочитал Все уезжают Это про Иммиграцию Интеллигенции Типа С Кубы И потом Я читал Я решил Я думаю Ну вот Типа Книга Смотрел Но Который Типа Ирландец Его посадили В психушку И там Был такой Индеец Здоровый Который В какой-то Последний Момент Выкорчевал Такую Здоровую Раковину Чего-то Там Пробил И Этот Чувак Джек Николсон Бежал Ты там Смотришь И до конца Не понимаешь Кто Псих Врачи Либо Человек Который Там Находится Еще Кстати Похожий По твоему Описанию Этот Остров Прокляп Ты Догадаешь Там До конца Но Типа Когда Ты читаешь Пролетая Над Гнездом Кукушки Она Правильно Называется Над Кукушкиным Гнездом Именно Книга Там Все Повествование Ты Стрел Этот Фильм Да Пролетая На Гнездом Кукушки А в Книге Все Повествование Ведется От Имени Индейца Который Не Может Говорить А индейца Как раз Олей Сериал Моего Юношества Я не знаю Многие Или его Достали Но Мне интересно Посмотреть Потому что Это Немножко Окунает Меня В мое Время Это Сериал Гай Германики Именно Школа Школа Да Я Его Так и Не Посмотрел Он Но Это Именно Для тех Кто Наверное Плюс Минус Вот Такого Возраста Чтобы Окунуться Немножечко Поностальгировать Потому что Я С того Времени Да Да То есть Он По-моему Десятого Года Но Вот Я Сейчас Пересматриваю В третий Или Четвертый Раз То есть Я его Смотрел Когда Была Премьера И Как раз Был Того Возраста Которого Школьники В том Сериале Вот Попал Как раз В это Все А сейчас Ну Интересно Вот Наверное Такие Рекомендации Ну А я Посоветую Вам Тогда Первое Это Российский Комедийный Слэшер Под названием Папа Сдохни Прекрасно Я Был удивлен Когда это Увидел Фильм Не очень Много Собрал Но Все Такие Блядь Название Папа Сдохни Зачем Туда Ити С удовольствием Посмотрите Посмеетесь И Прочее И Посоветую Вам Я не помню Кто режиссер Либо Звягинцев Либо Кто-то Из их Общей Тусовки А кто Подождите А кто Снимал Танго И Кэш Не знаю Наши Русские Режиссер Какой У нас Есть В принципе Вот Считается Так Что Режиссеры Которые Приближены К Балабанову Это Звягинцев И Быков Вот У Быкова Кстати Тоже Классный Фильм Но Они Все Очень Одинаковые Вот Дурак Сторож Быков Наш Рязанский Из области Есть У Кончаловского Очень хороший Фильм Называется Вечера Почтальона Алексеева А У Быкова Еще Классный Майор Да Я вот Про них Слышал Но Я до них Так и не добрался У Быкова У него Один стиль Ну В принципе У Балабанова Тоже Проглядывается У Быкова Один стиль Но Разные Герои И истории Майор Я почему-то Люблю такие Фильмы Я не люблю Эти Тупые Американские Истории С хэппи-эндом Это не мое С детства Так пошло Это не то Что сейчас Как-то Я сейчас Наверное Как этот Некий Задрот Очкастый Буду говорить В какой-то момент Ну типа Я посмотрел Баттл Оксимирона С кем-то И он сказал Когда я прочитал Тысячеликого героя Мне стало все понятно Я такой Так Тысячеликый герой Очень хорошо Че это такое Я начал Книга Тысячеликый герой И там Типа Рассказывается Путь героя И он на самом деле Что в религии Что в книгах Что в фильмах Довольно одинаково Особенно он хорошо Используется в Голливуде Знаешь Когда вот типа Идет герой Он что-то Где-то взлетает Там типа Перья распушил Его жизнь Петушит вниз Он переосознается Выходит наверх И выходит героем И вот этот вот Очень простой путь Тысячеликого героя Почти во всех Голливудских фильмах Рассматривается И когда вот эта вот История ломается Как например В Острове Проклятых Я такой О, вот это интересно Да Потому что ты когда Смотришь Остров Проклятых Когда после Острова Проклятых По-моему фильм Начало Когда вот они там Типа проваливаются Проваливаются в сны И он не понимает Уснул он или нет И в конце это юла крутится Я такой Блин, вот Остров Проклятых Он меня реально заставил Задуматься Типа А кто псих-то И мы прям спорили А фильм Ну когда начало посмотрели Такой Ну А последний тенант Это довод Довод Очень крутая концовка Она настолько Ты смотришь Такой Ну у Нолана Они все тоже Ну да Он такой типа На подумать А так концовка Открытая концовка Фильм Драйв Николас Ван Денрёфинг Шота Ут Шараут Обожаю Блядь Ультра Насилие Хотлайн Майами И Райан Гослинг В целом Да Интересные фильмы Конечно Если Вот если я смотрю Что-то из зарубежного То это конечно Что-то такое Вот типа Остров Проклятых Очень сложно найти Но там типа Престиж Да престиж Но он тоже Нолановский Ну да Или этот Как его актер это зовут Нортон Бойцовский клуб Американская история Икс Вот это тоже Классика такая Интересная Да но американская история Икс там нет особо Ну да там нет Но я имею ввиду Что в принципе там Я ее недавно просто Пересматривал Потому что я помню Я один раз смотрел Очень давно Пиздец Хочешь Вот давай наверное Финальная история Разъеб Мы в лагере Седьмой класс Эдвард Нортон Слушай Слушай внимательно И нам Почему то Вожатые решили Ну тогда Скинхедов было много И переживали Что станут скинхедами И я в седьмом классе И нам почему то Решили показать Фильм Американская история Икс Типа Лагерь Кадр первый Кинотеатр Как он ломал Зубы на поребрик И я помню Что у меня настолько Психику в какой-то момент Ломануло И я такой думаю Блядь Это что Я честно Я даже Я потом уже Когда взрослый Пересмотрел фильм Я понял про что это Все это не приводит Ничему хорошему Как бы и так далее Но вот Зубы на поребрик Там же не было кадра Это как Хичкок снимал Это не пила Когда тебе мясо Покажут Твоя фантазия Она додумывает Вот эту историю Такой Че блять Происходит Господа Завязывайте Вот Поэтому На самом деле Фильмов много Прикольных Я давайте Внесу какой-то позитив А то я там Про реализм Какой-то Пессимизм И так далее Давайте вот Если из позитивного Старое Я опять же Люблю такое Уже устаревшее кино Классное Я вот честно Джима Керри Не особо Ой я обожаю Но Шоу Трумана Посмотрите Если не смотрели Это как раз таки Неожиданная концовка Позитив Под вечерочком В семье Спокойненько Если вдруг не смотрели И не понятно Что произошло Только открытая концовка Что там Шоу Трумана На самом деле Я его недавно Год назад пересматривал Не выглядит фильм старым Интересно смотрится Если тем более Фанат Джима Керри И очень интересно Да смотрит Джим Керри Который типа Всегда строил морды В серьезной Я обожаю такие фильм Напомни мне фильм Он с ним А фильм Маджестик Называется Маджестик тоже Джим Керри Если не смотрели Он там в драматической роли Да И он там великолепен И давай наверное Мы будем финалиться Финальное Я наверное в каждом подкасте Буду всем блять говорить Посмотрите В поисках сахарного человека Ты посмотрел Нет Пидора ответ Я приду Ладно Я сейчас приду И посмотрю Вот сейчас В сахарного человека В поисках сахарного человека Это лучше Вот ты как создатель Это лучшая документ Я сейчас приду домой И посмотрю это 12-го года фильм После чая Про Родригес Это документалка Вообще не читай Просто вот Включи Начни смотреть Тебе первая половина Фильма может показаться Чуть душноватой Потому что документалка Вторая половина Такой Че блять происходит Я когда смотрел Финал Я блять рыдал Такой Ёб твою мать В мире Возможно Абсолютно все Спасибо большое Что посмотрели этот подкаст До скорых А тройная рука Тройная рука Смотри Вот так вот Вот так вот На хуй Все Пока я не прослезился Всего хорошего Пока Мы кстати пойдем Сейчас Ты не будешь смотреть Мы пойдем Коя-нибудь в бар Я не смотрю Филя Да я знаю Блять Я все знаю